Семейная ссорь Спокойной ночи, спать буду Двенадцать дня на часах? Я-то в пять встал Зря, как выяснилось Чем может быть и не зря? Отвали, я сплю Коля, ну если так хочется тебе рыбы, давай я тебе консерву открою Наташа, я хотел не рыбы Я хотел на рыбалку Ну как дебилы с Сергеем Геннадьевичем Встали в пять утра, сложили все это добро в машину Уже почти отъехали Тут вылетает этот дракон из подъезда Вы куда собрались? Я одна помню, что завтра на дачу Ты тоже Спи тогда? Вот и сплю Коля, ты же у меня по гороскопу рыба? Ты специально сейчас что ли? Гороскоп Рыба Тут пишут, у рыб завтра неблагоприятный день Ну а что он благоприятный? Это с тещей на даче О, у меня благоприятный Это как так? Ты же тоже рыба Тут у мужчин и женщин по-разному просто Это что такое за журнал? Женский мир Откуда в женском мире благоприятные дни для мужчин? Наташ Ой Привет Что читаешь? Женский мир Ага, я потом тоже почитаю Хорошо Дракон прилетел Я смотрю Тюленя выбросила на берег, да? Не сдох еще без своей рыбы-то, а? Не сдох, вас жду Понятно Понятно Не для того пришлось с тюленями ругаться Так все Так мы, дорогие Никто вас, кроме мамочки, не польет Ну началось Встановись, вечерняя поверка начинается Бычье сердце Я Ракета Я Дамские пальчики Мы Черри Мы здесь Повелительница наша Помидор Тамара Игоревна Аааа Че это такое? Щипет А ничего особенного Удобрение просто здесь У меня Знаешь, че Может подрастет чуть-чуть Че у него там Спасибо, хоть Дракарис мне не съел Че, обижается до сих пор, что ли За этой рыбалки своей? Ну конечно, дуется, че Я не думал, что тюлени такие обидчивые вообще Слушай, мне Сережа все осознал Да? Да, он прямо сказал Я осознаю У меня лучшая в мире семья Дача для меня святая Мы с ним поговорили и все Кто, а мы с ним поговорили? Вы и утюг? Поговорили Слушай, давайте я тоже научу Очень легко Мам, ну Ты же знаешь, у него низкий болевой порог Там бесконтактный способ В этот раз бесконтактный Я вычитал В журнале Это психология Чистая воды психология Так Вы придумаете себе новые имена Ага Да, и разговариваете друг с другом Как будто вы незнакомые люди Новые имена А незнакомому человеку Очень легко свои проблемы все рассказать И все, да Ой, спасибо, мнение интересно Рот закрой свой Неинтересно У тебя проблемы в семье Давай рассказывай Че, при вас прямо, что ли? Ой, при вас, что ли, прямо? Это ж рассказывать А не голым по квартире скакать Под музыку Тамара Игоревна Я вам говорил Стучитесь, когда приходите Не надо мне вот это Да не хочу даже вспоминать До сих пор перед глазами Этот колокольный звон Давай придумывай себе Другое имя Привет Я Эдуард Привет Только не Эдуард Почему? По качану Другое какое-нибудь давай Кроме Эдуарда Любое Привет Я Олег Привет Привет, Олег Привет Привет, Олег Очень приятно познакомиться Да Скажите, Олег А почему вы такой Толстый? Да вы знаете Я просто живу хорошо Меня никто не объедает Нервы мне никто не требует Понятно Понятно Как у вас в семье С женой Как у вас дела? Да хорошо с женой Вы уверены? Конечно Я же холостой Опа-на у нас Олеженька У нас холостой Оказывается У нас Актерище какой Тут играет Мне тут Холостя Прямо Дэнни Дэвито Прямо Такой же лысый Толстый Я извиняюсь Дамочка А вы как бы кто? А? А? Мам Ну что он начинает Издеваться что ли? Что он не знает Кто я что ли? Что он тут прямо Тут Мне тут это самое Мам Ты сама предложила Он сейчас Олег Давай дальше Да, дамочка Вы не агрессируйте Представьтесь для начала Способный какой актер Да? Дамочка Хорошо Разрешите представиться Так Елизавета Петровна Честно Прямо-прямо Могу паспорт показать Секундочку Алло, дурдон У вас императрица сбежала Какая еще императрица? Шальная, естественно Скажите, Олег А вот вы холостой Почему? Да Потому что не нужен никому Да нет, что вы Разошли себе с моей Просто Когда маму ее В дурку забрали Да, представляете С брендила старушка Начала с помидорами Разговаривать Людей из леек поливать Ну мы тогда Семей решили В дурдомы отправить А там уж ее Встретили как родную Наташа Наташа Ну что, угрожает мне сейчас Что ли, я не поняла Милая моя Да вам годы угрожают Кстати, о годиках Сколько вам этих годиков? Олег, а вас не научили Что ли в детстве? Неприлично у женщины Спрашивать возраст вообще-то Ладно Спрошу у Николая О, господи Господи Еще меня в дурдом Входило Самому надо В дурдом вон Мам Ты чем поливала-то его? Эй Водой святой, видать Видишь Бесы из него выходят Ой-ой-ой-ой-ой Мне Николай сейчас Такого про вас Понарассказывал А Николай говорит Наталья, вы Горячая штучка Что еще вам там Николай рассказал? А еще Николай рассказал Где он коньячок спрячет Э-э-э-э-э Что? Э-э-э-э Николай так и сказал Олег Угощайся Мне он больше Ни к чему Я здесь Больше Не появлюсь Так что Олеженька говорит Живи В свое Удовольствие Ты че? Урод Ты че мою рассаду съел что ли? Тамара Игоревна Тихо Убью тебя Тамара Игоревна Иди сюда Иди сюда Еще шаг и я Вырву ваше Бычье сердце Ты не сделаешь Ты не сделаешь Этого Я Ты не сможешь Да конечно Тебе кишка Тебе кишка тонка Потому что я сказал А А А А А Я же не знал что сработает Может если обратно воткнуть она оживет Ты Ты нормальный вообще Ей просто плохо Дай воды быстро Воды Мама Мама Мамуль Мамуль Сейчас водички Сейчас Сейчас А А А А Вы что делаете То вы Заложает Чушь А Вы что делаете То вы нормальный Папа Здравствуйте Я Эдуард Дача для меня Святое И у меня лучшая в мире семья Олег Эдуард А мне Сергей Геннадьевич сказал Что у Николая где-то есть коньячок Как все Уже сестра Идемте Так Все Все Ко мне подошли Быстро Убью Все Спасибо Спасибо Наташа Я все объяснил Какой Олег Ну-с Голубчик мой Как настроение? Во Замечательно Все Побочных эффектов Нет? Нет Нет Все в порядке Все в порядке Все в порядке Поставили вообще никаких побочных эффектов Прекрасно Прекрасно Ну давайте тогда Описываемся Может еще понаблюдать А то все-таки всего минута прошла Голубчик мой Ну если нет побочных эффектов Зачем нам вас задерживать? Если было бы какие-то эффекты побочные Они бы сразу же проявились А если ничего нет То нам тут вас задерживать Ни к чему Итак Давайте значит Год рождения ваш 79 79 Да Прописка У вас Куйбышева 86 Квартира 32 Да Заполняем Пишем отчет Испытания прошли успешно Сейчас оформляем вам выписку Проживайте По месту прописки Да Правильно Операции у вас были? Нет 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 Это хорошо Это хорошо Что побочных эффектов нет 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 Ну значит Мы эту вакцину можем в серию Запускайте спокойно ее всем колоть Фамилия ваша? Мизн Мизн Мизни Мизни В конце Мизни Да Правильно Мизни Мизни Понятно Имя ваше Вечист Вечи 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 Мизни Вечи Вечи Понятно Да вы хорват? Монгол Вечи А вы просто Вечист Мизни Странная фамилия у вас Странная Хорошо Так и запишем Мизни 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 А Мизни Вечи Фамилия и имя у вас практически одинаковые Странно У нас у всех На ком сегодня в акцию Испытывали У всех такие фамилии Ничего Ничего Я вас уже почти выписал Значит мы вас тогда и отпускаем Пускаем Пока я заполню А вы прослушайте пожалуйста Информацию о нашем центре Итак Основной целью нашего медицинского учреждения Является разработка и внедрение Передовых Технологий лечения и профилактики Заболеваний вирусного характера А также в целом контроль За эпидемиологической обстановкой На территории как в нашей регионе Так и за его пределами Поэтому мы тщательнейшим образом На протяжении полу-полугода Разрабатывали передовую вакцину Которая благодаря нашим новейшим оборудованию И накопливанному многолетнему опыту нашего учреждения Была произведена нами Одними из первых Проходит период апробации Который предположительно Не должен сопровождаться По вашим медицинам Сопутствующим сложным И хроническим заболеванием Таких как Аллергический принят Полипы желудочного пузыря Желтуха Простатит Синдром Рейтера Тахикардия Ювениальный идиопатический артрит Травматическая афрексия Ипокликемия И аргентинская геморрагическая лихора Всего этого не должно быть Высочайшие результаты Нашего исследовательского центра И испытания Пройдённого Экопатология Уключающие порядка полутора тысячи Испытуемых Позволяют надеяться На успешное прохождение Начальной стапе Действие лекарственных средств Используется Главное путём изменения Физико-химических свойств среды В которой находятся Клеточки-элементы организма Это может быть Характер Химического Соединения лекарства С элементами организма И в некоторых случаях При Непосредственном действии На протоплазму клеток Сопровождаться Полным разрушением Их Физиологическим эффектом Действия лекарства Появляется Либо воспреждение Либо угнетение Жигиль деятельности Клеточных элементов При этом Большую роль Играет доза Лекарственного вещества А так как одно И то же лекарство В аралитических дозах Может вызвать Разные действия Возбуждать В малых дозах Угнетать Вплоть до паралича В больших дозах Существенным Ветхивлением Является Фаза действия Лекарственных средств Одни лекарства Могут проявлять Своё действие В момент проникновения Организм Да, вот посмотрите Вот, внимание Огрыбили Большинство В период Максимальной Концентрации Вернулись Момент Попадения Концентрации И так Вот, собственно Такой небольшой Экскурс Выставили Вашу Развучку Ну Я так вижу Уже готовы Вставайте, пожалуйста И потихонечку Уже Выходите И спала Освобождайте Место Для новых Исследуемых Да Итак Чем обычно На некоторых Лиц Лекарства Действуют Ненормально Сильно Что объясняется Повышенной Чувствительностью Организма К определенным Веществам Существенным Монентом Я вижу Вы уже готовы Ну что ж Давайте Выписку Я сейчас Вам Дам С собой Посмотрите Дома Вот Ваша Одежда Одежду Одевайте И Домой Одевайте Одежду Одевайте Вот она Ваша одежда Одевайте Не можете Одеть одежду Я вам Ее Тогда Засунул Можете Совершенно Спокойно Заниматься Своими Делами Как вы и раньше Это делали Все Давайте Выкатывайтесь Выкатывайтесь А Я чуть не забыл Это же Медицинская карта Ваша еще Вот Тоже Вот сюда Я вам засуну Дома посмотрите Я вам Написал там Что вы Идиот Никакого Лекарства Мы вам ставить Не будем Ну как не будете Так Почему Да потому что Вакцины Ее мало Мы их на идиотов Вакцины не будем Расходовать На хороших людей Будем расходить На врачей На депутатов На учителей Я хочу вакцину А вакцины От идиотизма У нас еще не запретено Мстюков Я не буду Нас повеселить Да вы повеселили всех Я никуда не пойду Я хочу Убирайтесь к черту Нет я не пойду Догоните меня Если женщина за рулем нервничает Значит машину сама купила Добрый вечер Скажите Это теплоход Седан Плывет До Лапаевска Тогда пассажир Которого Вы так долго Ожидали Пришел Поехали Помчались Слушайте Хорошая Да Эта тема Блаблакар Позвонил Договорился Едешь себе С красоткой Мальчаливой Слушайте Если бы я Угонял эту машину Угнал бы Вместе с хозяйкой Смешно Если бы Сейчас было Наоборот Да Я за рулем А вы рядом Но если вы мне Сейчас руку На коленку Получите Я вообще Обалдею Вы не замужем Да Колечко Не вижу Просто Молодой человек Есть Да А Нет Уже Понятно Обидел Он вас Да Знаете Я думаю Жить Его накажет Конечно За это Да Знаете Уже Наказала Раз Такой Красавице Лишился Сейчас бегает Наверное Где-то Там Горюет Где моя Красавица А красавица Сарамчиком В Алапаевске Едет Чем мы остановились Добрый вечер Слушайте Это хорошо Что мы Такой весельной Компанией Едем Где две Таких Красивых Одинаковых Девушки Мальчаливых Сегодня Балапаевский Конкурс Красоты И Мальчания Вы команда Да А или Вы незнакомые Да Ну Хорошо Это Видимо Я Такой Знаете Компанейский Бальтушка Да Ладно Мальчите В свое Удовольствие Я посижу Посмотрю Окно Места Здесь Такие Красивые Тихие Вы тоже Слышали Да В багажнике Что-то Обрякнуло Извините А мы точно В Алапаевске Едим Что-то Меня неожиданно Заинтересовал Этот вопрос Сейчас Прямо Без остановок Да Лапаевска Да Может быть Мы Это Сама Знаете Сделаем Остановку Винужденную Так сказать Визванную Жизнедеятельностью Организма Нет Не сделаем Да Ну ладно Быстрее Доедем Спасибо Спасибо Что сделали Потерпеть Уже Не было сил Закрыто Да Ну ладно Нашел силы Еще потерплю А вы Куда Я ничего Не видел Починили Да Просто мне кажется У вас там Кетчуп На полке Ну что Поедем Дальше Еще Еще Более Веселой Компании Куда Что ты Что ты Решаешь Прилетая Прилетая Просто Просто не хочу Задерживать Тут Людей Надолго Алло Зарачка Алло Вот Жена Моя Звонила Знает Где Я С кем Еду Номер Машины Повторила Знаете Девочки Я подумал Если Все Таки Доедем До Лапаевска Завтра Пойду И куплю Билеты На море Потому что Знаете Вот так Неожиданно Можно И не успеть Съездить На море А я ведь успею Да Успею Пожалуйста А топору взяли Девочки Пожалуйста Миленькие Не надо Я вас очень прошу У меня дочка Вашего возраста Откройте эту дверь Не берите грех на душу Пожалуйста Юля Да открой ты ему Эту дверь Уже Да открой ты ему Эту дверь Юля Пожалуйста Спасибо Юля Кто-нибудь Не объяснит Что Здесь Происходит Какого хрена Мы едем В Алапаевск И почему Вы не забрали Меня на остановке Мы с Витей 50 километров За вами мчали Пока вы не остановились Вот можно Только не кричать Он в машину Сел Сказал Едем До Алапаевска Ты рожу Его видела Я так испугалась У меня язык Онемел А ты вообще Я нормальная Села И ничего Не делаешь Я нормальная Я села Ты молчишь Я вышла Ты тё за мной Не побежала Как я побегу Я пристёгнутая Хорошо Что я в общем В багажнике Что-то застучала Я вспомнила Что там бита лежит На штуке Потренировалась Хотела ему Как вмазать А тут ты пришла Так всё Стоп Хватит орать Капец Такой круг сделали Почти до Алапаевска 64 километра Я считала Хоть тут выходи Шашлыки жарь Ей-бому Может зря мы его отпустили Не, а чё Эти хавказцы Так хорошо шашлык жарят Мы бы его до Алапаевска Подвезли Он бы нам шашлыков пожарил Так а чё Вон он по обочине бежит Давай догоним Да и всё Заводи Эй, братан Стой Стой Мы всё-таки улетворяемся Газу, газу, газу Давай Стой 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 Если женщина молчит Значит где-то без умолку Говорит другая Нет, ну ты представляешь Какая скотина А Так это ж надо было Додуматься Сделать такое Ну а чё я Не разговариваю с ним Может хоть так Что-то поймёт А чё он У него ж фантазии нет Тоже со мной не разговаривает Как будто я что-то Понять должна Ой, слушай Он пришёл Давай с тобой потом Созвонимся Ага Ну давай, моя дорогая Целую тебя Ну пойду Помолчу с ним Ага Давай Алё Колян, привет Чё делаешь? Ужинаешь? Хорошее дело Я тоже, наверное, поужинаю Ага Кто с работы пришёл Голодный, как собака Ужинаешься Хорошее дело КОНЕЦ Рау КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 у вас. Так спроси у своего. А, вы не разговариваете? Ну, все, 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 сдаюсь, все, я сдаюсь, я проиграл, да, я виноват, я виноват, честно, я виноват, я, я каюсь, я больше никогда этого делать не буду, я честно извиняюсь, я, я виноват. Один вопрос можно мне? Один вопрос. Че я сделал-то? Че я сделал-то вообще? Я че-то пообещал и не сделал, да? Да? Пообещал и не сделал, да? Я поварешку забыл в кастрюле, да? И борщ закис. Это? Ну, что, ну, скажу! Я пакет с хлебом не до конца, не плотно завернул и передний кусочек, самый верхний, зашерствел, да? Ну, что? Я в ванной и душ на кран не переключил, да? Это? Черт, понял, да. Это я с Наташкой тебе изменил, да? Что? Просто проверяю, ты меня слышишь вообще, нет? Я, я шампунь твой с крышечки на дно поставил, да? Браво! Не прошло и полгода, а сразу сложно было догадаться. Как можно об этом догадаться вообще? Как об этом можно вообще догадаться? Да. А то, что я твой шампунь в отместку перевернула, ты не заметил, что ли? У меня есть свой шампунь? Все, 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 я понял. Ты издеваешься? Я понял, все, извини, извини, все. Я понял, никогда больше в жизни, не то, что я не переверну, я не прикоснусь к нему, к твоему шампуню вообще. Ну, все, ну, я понял, я осознал, ну, прости, ну, ну, прости, ну, че, пожалуйста. Все, да, все, прощен? Слушай, ну, может быть, такое дело, может, мы сходим куда-нибудь, а, там, в ресторанчик посидим, отметим, так сказать, рекорд все-таки. Меньше, чем за сутки догадался, что случилось-то вообще. Давай, сходим. Слушай, ну, переоденешься по-быстрому, я уже готов. Давай. Ну, ладно. Давай. Пойду в ванной переоденусь. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если ты не помнишь, что было вчера, значит, вчера было все. Так, аккуратненько, аккуратненько заходим, Коля. Тихонечко, тихонечко. Вот, Коленька, наша квартира, мы с тобой здесь живем. Ой. Помнишь? Нет, не помню. Не помню. Уютно так. Уютно, да. Вот диванчик твой любимый, диванчик, помнишь? Нет, не помню. А я с какого края люблю сидеть? Ну, вон, ямку, видишь? Прямо в ямку садись. Прямо в ямку? Аккуратненько. Ой, как удобно подошло. Ну, вот видишь-то. Да. Вспомнил? Нет, не вспомнил. А мы... А мы одни живем? Ну, практически. В соседней квартире мама моя живет. Маму мою помнишь? Да, твою мать. Нет, не помню. Наташа, привет. Привет, тебе. Забрал уже из больницы нашего воздушного гимнаста, да? Мам, что ты издеваешься? Он из-за тебя с чердака вообще-то упал. Что из-за меня-то? Ты его туда послала. Ну, а кого я должна была послать? Томасиное гнездо. Ну, Николай справился. Улетел от них. Какой полет? Прошел нормально, а? Не помню. Мам, он вообще ничего не помнит. Он башкой ударился. Вообще все забыл. Как он мог все забыть? Он ничего не знал. Короче, врачи говорят, это временно. Нужно поместить его в знакомую обстановку, и тогда память вернется. Ммм, в знакомую обстановку. Ну да. Понятно. Николай. А что такое? Он даже как меня бояться забыл, что ли? Мам, я тебе говорю, очень серьезно все. Я вот 10 лет трясировала, трясировала. Он все забыл. Свинья неблагодарная. Да лучше бы он убился вообще. Ты, ты что говоришь, что... Да ладно, что ты, живой же. Надо сейчас думать, что с ним делать. Куда таких сдают? Не надо никого никуда сдавать. Надо память человеку вернуть. Да не надо ничего возвращать. Так не надо-то? Ну так. Он же, считай, откатился к заводским настройкам. Все. Сейчас вам надо перепрошить, и все. Чего надо? Николай? Здравствуйте. Здравствуй. Помнишь меня? Нет, не помню. Я Тамара Игоревна. Тещенька твоя, любимая. Любишь меня до беспамятства ты. Каждый день. Комплименты, говоришь, каждый час. Каждую неделю мне цветы. Подарки. Каждый месяц. Каждый месяц подарки мне дали. Обожаешь меня. А Наталью свою жену как обожаешь? Просто какой-то кошмар. Ничего и по дому делать не разрешаешь абсолютно. Все сам. Пылесосишь, посуду моешь, стираешь все. Прямо вот все, все. Полы, все, все на тебе. Молодец. Да? Да, да, да. 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 У меня прямо Сережа поражается. Говорит, что за человек такой какой-то ангельский человек. Сережа? Какой Сережа? В смысле Сережа, Сергей Геннадьевич, мой муж, твой тесть. Ага. Не нравится, может, потому что ты коньяк с ним не пьешь. Не любишь. Ты вообще не любишь выпивать. Не любишь. Ты любишь только по дому работать. Да. А я вспомнил. Что ты вспомнил? А мне кажется, я не люблю по дому работать. Нет, ты неправильно вспомнил. Ну как это неправильно? Так. Я тебе говорю, как правильно. А, все, что говорит любимая тесенька, это правильно. Вот. Вспоминаешь, вспоминаешь. Молодец, молодец, вспоминаешь. Так дай ему что-нибудь попылесосить там. Ну, чтобы привыкал как бы. Сейчас я приду. Ну, Таша, что мне поделать, чтобы вспоминать? Да ладно, садись. Тебе сиди, если что, повспоминать. И что ты, Коль, ты что, даже это не помнишь? Что? Ты моя пленница. Я беру вашу шхуну на абордаж. Это про пиратов что-то? Не помню. Хотя да. Ты если даже маму забыла эти две минуты, ты вообще не вспомнишь никогда. И что, первый раз наш не помнит даже? Нет, не помню. Давай вспоминать? Давай. Моя комната. Да, так. Родители на даче. На даче. Из магнитофона играет варум. Варум. Одуванчики. Лесые как ты. Я люблю тебя. Ты мои мечты. Ой. А? Тут заходит папа. Папа. Да. Папа. Опа. А я в дыжеме не верил. Но сейчас против этого ничего не имею. Конечно. В тот раз ты ему руку сломал. Но Николай же этого не помнит. Не помню. Николай наслышан о твоей проблеме. А вы кто? А, извините. Сергей Геннадьевич. А? Генерал-майор. Отец Наталья. Ну и куда уж от этого деться твой тесть? А-а-а. Это мы с вами не очень, да? Вы меня недолюбливаете. Тамара заходила? Заходила. Память человеку возвращала. Тё, синька любимая мне помогает. Долго было, да? Да чё долго-то? Минуты три. Три минуты? Да, так ещё не всё потеряно. А ну-ка, Наташенька, давай-ка нам коньячку. Коньячку. Коля, пойдём. Будем тебя в знакомую обстановку помещать. Вот, ну подожди, ну может не надо, а? Мама такие обновления на него хорошие поставила. Ну-ка, цыц. Хакеры хреновые. Вы чё не знаете, что пытки запрещены в Международной конвенции? Ну давай, Николай, бахнем с тобой. Не, я же не пью, не люблю. Три минуты, а? И все основные инстинкты у человека выжгло просто. Значит так, давай, Николай. Всё, что говорила твоя тёща, всё это дезинформация, понял? Понял. Давай. Только любимая тёща, правильно. Официальная позиция правильная. Любимая тёща. Давай, выпьем. Нет, я же не люблю пить вообще. Да что ж такое-то. Ну-ка, Наталья, метнись, как нам. Понеси фотографии с рыбалки, и пусть он посмотрит, как он не пьёт. Ну? Что ну? План какой у тебя? План? Ну такую войсковую операцию начинать нужно какой-то план? Нет никакого плана, Сергей Геннадьевич. Такие масштабные учения начинать. Николай, план нужен. Ты чё, дурачок, что ли? Да, да я просто в больнице прикололся, Наташа поверила. Домой приехали, Тамара Игоревна поверила. Я подумал, о, как классно, никто тебе прошлых косяков не вспоминает. Я однажды так же заигрался. И чё? И знаешь чё? Чё? Пришлось жениться. Сейчас жалеете, да? Да нет, конечно, ты что ли. Это официальная позиция. Сергей Геннадьевич, ну вы как-то поможете мне это всё, ну, уладить? Я просто... Значит так, сделаем. Сделаем так. Ты тупи, как тупил. Ага. А я постепенно и аккуратно всё вырулю, понял? Всё, понял. Всё, давай, операцию назовём, знаешь, как... Как? Торнадо. Торнадо. Крутяк. Вообще. Какие фотографии вообще? Не поняла, зачем фотографии какие-то? Ну он говорит, принести, но надо же поп... Ой, ой, тёсенька моя пришла, любимая. Наташенька моя. Чё за стаканки в руках, девчонки? Мышечная память вернулась? Значит так, Тамара, Наталья, у Николая с памятью всё в порядке, он просто пошутил. Не смешно, Николай! Ни хрена себе аккуратно! Вы что, обещали потихоньку? Николай, я тебе обещал торнадо. Вот оно! Давай, крутись! Где сюда, урод? Тамара играла, она сама получилась. Ты сюда! Я сюда! Игорь! Спасибо, друзья, спасибо. Девочки. Спасибо, что приходите на наши мини-спектакли. У детей директора автодора на щёчках ямочки. Так, давай ещё раз. Чё давай? Первый землекоп копает траншею со скоростью 5 метров в час. Давай завтра решу утром задачу. Так, мы с тобой договаривались. Пока задачу не решишь, спать не пойдёшь. Договаривались? Договаривались? Да! Давай, пиши. Первый землекоп. Кто такой землекоп, знаешь? Знаю. Так. Земляной полицейский. Нет. Землекоп. Коп от слова копать. Человек, который копает землю. И копает он её со скоростью 5 метров в час. Рисуй. Чё рисовать? Рисуй траншею 5 метров. Как тебе нарисуют траншею 5 метров? А с помощью 4 метра всего. На листочке рисуй линию. Вот. Это 5 метров. Итак, первый землекоп. Первый, чё там? Несколько, что ли? Двое. Спасибо. Веленкин эньян. Какие задачи такие? Первый землекоп копает траншею со скоростью 5 метров в час. Это понятно? Я спать хочу. Я тоже спать хочу. Пол первого времени сидим тут, задачи решаем. Я тебе говорила, со школы придёшь, математику сделаешь и делай, чё хочешь. Говорила я тебе? Говорила? Творила. Говорила. И чё ты не сделал? А не надо было меня рожать. Так, ты со школы пришёл, что делал? Ел. А потом? Спал. Значит, выспался. Я. Почему? Потому что я не сильно спал. Так, ещё раз. Два. Землекопа копают траншею. Представь, ты землекоп. Я не хочу быть землекопом никаким. Я сто раз говорил, хочу быть доктором. Хорошо. Хирург и анестезиолог копают траншею. Зачем? Операция неудачно прошла. Один наркоз неправильно рассчитал, другой разрез. Потому что в школе учились плохо. Итак, один копал траншею со скоростью 5 метров в час, другой 2 метра в час. Они чё, змею хоронят там, что ли? Да, змею. Итого, один 5 метров в час, другой 2 метра в час. Значит, вместе сколько они копают? Сколько? 2 плюс 5, сколько? 7. 7, вот. Ползадачи решили уже, пиши. 7, 7 чего? 7 метров. Метров, правильно. 7 метров что? 7 метров змея. Я не могу больше. Иди занимайся с ним сам, но это невозможно просто. Просто невозможно. Ой, ну чё вы там не можете? Не ной ты. Сейчас тебе батя поможет. Чё ты? Давай, да. Чё? Чё за задача? Хирург и анестезиолог хронят змею-то. Это чё за уничтожение? Или виноват такие дебильные задачи придумываются? Так, всё, ну-ка не ори, подожди. Значит, один землекоп копает траншею со скоростью 5 метров в час. Ну, второй 2 метра в час. Сколько метров траншеи они выкопают за полтора часа? Ну, ну чё тут непонятно? Давай, я тебе напишу, перепишу потом. Так, я тебе напишу сейчас. Положил ручку. Я хочу, чтобы он сам понял всё. Хватит ныть, хватит ныть. Поехали. Сколько землекопов? 7. Землекопов сколько? 2. Вместе они сколько копают метров в час? 7. 7. За час 7, а за полтора? Вы меня не любите. Что ты несёшь? Вы меня у цикад купили. Что? Вы хотите, чтобы я поскорее умер? Так, всё. Что ты городишь-то, а? Давай, перерывчик сделаем, перерывчик сделаем. На тортик, тортик, тортик. Тортик будем? Тортик. Да. Тортик будем, всё. Сейчас перерывчик на тортик и быстренько задачку всё решим. Так. Кто съел тортик? Слушайте, ну я откуда знал, что у вас с пол второго ночи эти землекопы до торта доведут? Нет. Так, всё, вместо тортика что хотим? Что мы хотим вместо тортика? Гамбургер. Всё, всё, сейчас папа поедет за гамбургером. Со скоростью 5 метров в час. Да ладно, хрена, никуда я не поеду. Да, сейчас, всё, мы решим. Занимайтесь. Это уже тугой какой. Кто там ещё? Привет, соседи. Привет. Галя. А? А вы задачу про землекопов решили? Мы решаем пока ещё, нет? А что такое? А мы тоже весь вечер решали, и наш папа развязался. Слышь ты, землекопы, мать вашу! Я уж думал, никогда вас не увижу, уроды! Папа, папа, идёшь в панк? Нет, братан, надо решить это дерьмо! Галя, вы когда решаете, ты мне, пожалуйста, позвони. Ладно? Хорошо, хорошо, давай. Всё, удачи вам. Осторожно там, пожалуйста. Ладно, не стони, у вас-то, батя, нормальный. Сейчас всё решим. Давай, внимательно. Выдохнули, значит. За один час они копают семь метров. Значит, за полтора часа сколько они копают? Полтора раза больше. Правильно? Правильно? Ты зачем торт съел? Ты мать! Я не могу с ним! Так, так, ещё разочек, ещё разочек. Так. Семь метров траншеи они копают за один час, за полтора часа. Да не знаю! Так я на телефон сейчас буду снимать тебя и в интернет выкладывать. Будешь популярной, как девочка, с бочонками-огурцами. Спасибо, спасибо! Пить хорошо, хорошо учись тогда. Итак, семь метров траншеи они копают за один час. За полтора часа сколько? Восемь. Ух ты, ты интереснее уже, давай. Только больше. Девять. Больше. Десять. Больше. Одиннадцать. Меньше. Десять. Больше. Одиннадцать. Меньше. Ты снимаешь всё на этом? Между десятью и одиннадцатью есть что-то? Пол одиннадцатого. Пол одиннадцатого по-другому это сколько? Пол одиннадцатого это? Поздно. Пол второго это поздно! Пол одиннадцатого это сколько? Да десять тридцать это! Сидит там подсказывальщик. Господи, невозможно. Пиши давай. Отец подсказал тебе. Чё писать-то, 10 или 30? 10 метров 30 сантиметров. Чё часто ревёшь, сидишь? Гироскутер хочу. Чё ты сейчас вдруг заревел, что гироскутер хочешь? Чё б день рождения не реветь. Будешь хорошо учиться, будет тебе гироскутер. Давай. Пиши ответ. 10 метров 30 сантиметров. Блин, запутал меня подсказывальщик. 10 с половиной метров. Наташа, ну чё, я вникаю, что ли? Можно я пойду спать? Ну правда, время уже. Никто не пойдёт спать. Вообще-то это и твой ребёнок тоже не может задачу решить. Я уже сомневаюсь, вообще мой ли это такой тормоз. А я чё-то наоборот, вот как раз вообще не сомневаюсь, что это именно твой сын. Так, пишем ответ. 10 с половиной метров прокопает два землекопа за полтора часа. Записал? Да. Всё. Сложно было? Нет. Молодец. Да. Всё? Всё. Доставай геометрию. Музыканты из подземных переходов в зеркалах не отражаются. Так, так, давай отсюда потихоньку. Короче, Госса, смотри, сегодня ты человек-парадокс, понял? Глухонемой музыкант. Так больше дадут. Как биткоин, что ли? Да, как-то собака. Тоже, короче, всё понимаешь, говорить не можешь, понял? Если чё, вот так руками, ну там, делай, как они, понял? А если глухонемой какой-нибудь увидит, что я притворяюсь? И кому он скажет? Опа. Добрый вечер, я диспетчер. Вообще-то это наше место. Слышишь меня? Человеку слёпок. Чё? Ну, слёпки твои. Да. Ты же возле них? Да. У слёпок. Говорю, место наше. Чё это наше-то? Тут про вас ничего на стене не написано вообще-то. А мы с Госсой не тот досуг, про который на стенах писут. Так что, давайте потихонечку. Идёте отсюда. Лесом. Чё, переход большой. Пододвиньтесь, да, и всё. Переход большой вообще. Вставайте здесь и стойте здесь. Чё? Ты чё думаешь, мы с Госсой дурачки, да? Тут единственное место, откуда из вентиляции тёплый воздух дует. Мы с Госсой за это место с голубями дрались. Госсу потом неделю отмывали от их бомбетки. Госса, извинись, я напомнил, да. Так что, давайте потихонечку. Руки убери. Госса, ты видел? Этот у слёпок хочет наступить искусству на горло своей резиновой пяткой. А искусство, оно принадлежит народу. Так и всё, Ленин говорил. А про слёпки он ничего не говорил. Не говорит и не будет говорить. Ладно, Госса, давай с разгончиком. Дамы и господа, дорогие жители и гости нашего перехода от тёмного прошлого к туманному будущему. Сегодня здесь, только на два метра левее, как всегда, с вами Сурик и Госса Горосын. Как-то раз я дамочку встретил у метро, с виду симпатичный и внесность, и нутро. Посмотрел на дамочку прямо сверху вниз, а внизу у дамочки, у прелестной дамочки. Модный приговор, катастрофический сюрприз. Резиновые слёпки, убийцы красоты. Резиновые слёпки, затем надела ты. В слёпках между пальцев натирает нить. Резиновые слёпки, ни плясать, ни хоронить. Оп! Э, команда Билана. Что-то они так... Вы чё мне тут антирекламу устраиваете вообще? Вы чё мне тут бизнес портите вообще? Госса, слышал, это у него бизнес такой. Северный поток слёпочный. Слёпкопром. Госса, тётр жасся глухо, не мой. Поехали, резиновые слёпки. Всё, всё, ладно, понял я, всё. Всё, переезжаем. О, смотри, быстрее голубей сдался. Ох, как хорошо, Госса, дома, да? Так, где моя зевачка? Ты чё, мою зевачку взял? Какую зевачку ещё? Ах ты, ворюга. Госса, ну-ка, проверь, у тебя в спальне всё на месте. Нет? Психи какие-то вообще. Ты чё такой злой-то? Не греют тебя слёпки у слёпок. А нам-то тёплый воздух дует, хорошо. Прошло. Ладно, позолеем тебя. Подставляй усы под горячую песню. Поехали, Госса. В общем, эту дамочку я привёл домой. Не к себе, конечно, ведь у мамы выходной. Медленная музыка, нежный разговор. А я смотрю на дамочку, но не вижу дамочку. У меня стоят перед глазами до сих пор резиновые слёпки. Китайский цирпотреб. Резиновые слёпки. Да лучше б я ослеп. Резиновые слёпки. Любовь на карантин. Как серпо мне слёпками обрезала интим. Так, десять-десять-десять фанатов и фотосессия после концерта. У нас облацетная палка. Вы чё творите-то? Мы ж местами поменялись. Вы чё продолжаете-то? Ты чё, дурачок, что ли? Ты где звёзд-то? А это, ну если, допустим, вам рекламу можно заказать? Госа, это даже должен быть глухонемой слышать. Ну не знаю, сейчас в прайс заглянем. Так, что там у нас? Так, это мы для банка про ипотеку врали. Это мы Крымский мост хвалили. Так, что-то нету ничего про слёпки. Проблемка. А проблемки у нас с Госсой по три тысячи. А чтоб вообще не пели, сколько будет стоить? Семь. Можем даже уйти. Есть пятьсот. Госс, ты чё, придурок, скажи слух, тут никого нет. Ты согласен. По рукам. Э, 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 Госса, ты чё творишь? Госс, ты забыл, где я тебя нашёл? Здесь я нашёл. А знаешь, где бы ты был, если бы не я? Здесь бы и был. Так, Госса, ты чё со слишком разговор себе для глухонемого, а? Ну допустим, мы согласны. Но в этой песне должно быть так, чтобы без шлёпок вообще не жить, типа. Да? Да? Да, 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 конечно. Госса, ты слыхал? Это вызов. В общем, эти шлёпки ночью я тихонько сдог. И в кроватку к дамочке я обратно лёг. Утром везу бозочки в Заба спит со мной. И такая говорит, ну, зря ты это сделал. Мне без шлёпок не прозыть. Всего три дня мне оставалось в них ходить. А теперь я навсегда буду вот такой. Резиновые шлёпки всего три дня носить. Резиновые шлёпки могли бы вместе жить. Что-то скажет песня, просто полный бред. А я скажу, что шлёпки наносят людям вред. Чё? Чё? Уже деньги дал, вы чё? А, тут такая ситуация. Ваши пятьсот рублей закончились аккуратно на последней строчке. А, Среднаков, смотри, нифига себе! Ваша, беги! Сюда! Сюда! Вот, вот! Ваша! Добрый день! А я Регина Виолетова, и с вами специальный репортаж с Региной Виолетовой. А мы находимся в банке, который за последний год добился потрясающих успехов. Чистая прибыль этого банка достигла рекордных отметок. И скоро он может войти в список главных учреждений России. Итак, как вы поняли, мы говорим о тюрьмабанке. Мы находимся с вами в офисе тюрьмабанка, колонии строгого режима, серый дельфин. И сейчас мы поговорим с начальником колонии Вячеславом Владимировичем Мясниковым. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Скажите, пожалуйста, как вы поняли, что в вашем учреждении находится еще и банк? Ну, вы знаете, мне позвонил сотрудник и предложил продиктовать цифры с карты. А я узнал его голос. Ну, как узнал? Я увидел, что он кому-то звонит. Ну, и потом, уже позже, в карцере он мне рассказал, что в нашей тюрьме находится еще и банк. Вы сразу ему поверили? Нет, конечно, но когда с моей карточки списались деньги, я понял, что у нас в тюрьме действующее банковское учреждение. Если не секрет, сколько списались с карты? Не секрет, полтора миллиарда. Откуда у вас такие деньги? Это не мои, это просто у одного губернатора на прогулки выпало. Понятно. Скажите, а насколько опытные сотрудники работают в вашем банке? Ну, вы знаете, были бы опытные, они бы сюда не попали. Ну, с другой стороны, чем меньше опыт, тем больше у них стаж здесь. А где же ваши сотрудники? Их не видно. А они уже как раз сейчас должны с прогулки возвращаться. А вот они. Скажите, пожалуйста, а можно посмотреть, как проходят звонки? Да, конечно, мы вам сейчас покажем. Так позвонили быстро? Как вы строго общаетесь с сотрудниками? Это наша корпоративная культура. Звони мне, сказал, быстро. Извините, пожалуйста, вы не могли бы отвернуться? Дело в том, что им нужно достать телефон. Давайте отвернемся, сотрудникам нужно достать телефон. Итак, пока сотрудники достают свой телефон, а мы у вас спросим, какие у вас планы на будущее? Ну, вы знаете, в планах закупить новое оборудование, потому что прошлое оборудование один придурок сожрал вместе с батоном. Что, достали? Быстро звоним, показываем. Алло, здравствуйте, это сотрудник тюрьмабанка. А не могли бы вы продиктовать три цифры с оборота вашей карты? А кто это? Тюрьмабанк. Вам звонят зэки. Хотим код карты узнать. А вы не спёрбанк? И БТВ? Нет же, мы обычные зэки зоны. А, так, конечно, сейчас продиктую, а то жильё это задолбало. Записывайте, 6, 3, 2. Ага, благодарочка. А подождите, подождите, а есть у вас для меня какие-то кредитные программы, спецпредложения? А, нет, 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 ничего нет, просто деньги возьмём, и всё. Не звонить, не писать не будем. Ну и честный банк. Ой, господи, спасибо вам. Да, вам, спасибо. Очень интересно. Скажите, а как вы находите новых клиентов? А я вам сейчас покажу. Вот смотрите, видите, 10 цифр. Любая комбинация этих цифр, это и есть клиент нашего банка. Скажите, что и все с удовольствием сотрудничают с вашим банком. Ну вот, к сожалению, нет, есть такие, которые немножечко сомневаются, и сейчас мы вам покажем. Так, быстро позвонили Степан Васильевичу. Алло, Степан Васильевич, нам надо списать все деньги с вашей карты. А я вам не верю. Банки так честно не разговаривают. Так, дедуля, видеосвязь, смотри, с удозрением. Смотри, это баланда, это зизя, это шконка, это падла. Пошли, мамик, тиктокеры поганые. Вот, очень упорный, нам бы его начальником отдела. Ну, ничего, подождем. Как говорится, был бы у человека аккаунт в соцсетях, а статья найдется. Ну, то есть, получается, в целом население вам больше доверяет. Конечно, конечно, стали больше доверять. А кому еще нас в стране доверять? Ну, сами подумайте, мы самая надежная организация. Вот все развалится, а мы будем. Нас никогда не закроют, потому что нельзя закрыть закрытые. Как интересно у вас. А можно я тоже попробую позвонить? Да, давайте, знаете что? Я вам сейчас одну фоточку сброшу, а вы репост сделайте. Так, хорошо. Все, сбросил. Все, сделал. Сделали? Да. Вот, отлично. Так, что вы делаете? Это я вас трудоустраиваю. Ааа, на сколько? Ну, ну, минимум лет на 10. Идите, вам сейчас все выдадут. Проходите туда. Давайте, проходите. Идите. Ждем вас. Товарищи. А вы добро пожаловать в наш дружный, сплоченный коллектив «Тюрьма-банка». Все, что нужно, у вас всегда под рукой. Трудоустройство в один клик. Спасибо. Спасибо. Тюрьма-банк. Два миллиона сотрудников. Самая большая сеть филиалов по России. Тысяча лет на рынке услуг. Твой дом – тюрьма. Тюрьма-банк. Здравствуйте. Я готова. Прекрасно. Вы замечательно выглядите, Регина Виолетовна. Очень круто. Принимайте нового сотрудника. Прекрасно. Пожалуйста, проходите. Добрый вечер, хат. Чем лучше теща, тем дальше она живет. Натах. Натах, выбирай под чё, засыпать будешь. Короче, есть триллер, есть ужастик, есть фантастика, ужас и триллер. Слышишь, нет? Нет. Тогда триллер. Так. Кто это там на ночь глядя? Наташ. Заходите. А, Сергей Геннадьевич. Здорово, Коль. Здрасте. А вы чё, так поздно? Раньше не мог. Наталья где? В душу пошла. Я тоже ждал, когда Тамара пойдет. Короче, задание к тебе специальное. Так. Спрячешь. Пусть пока у тебя полежит. Это чё, сюрприз для Тамары Игоревны? Сюрприз будет, если она найдет. Это эхолот для рыбалки. А чё её прятать? Скажите, купили эхолот для рыбалки. Эхолот для рыбалки? За 57 тысяч? Как две теплицы из поликарбоната? Ну, это за лёд. Может, не надо у меня прятать тогда? Да не дрейф ты. Ты чё, я через пару дней заберу. Скажу, что мне в штабе ребята подарили. А если Наталья найдет? Если Наталья найдет, скажет, что это автополив для теплицы. Будущий. Чё-то, по-моему, больше на какой-то, гляньте, этот, очиститель воздуха с ионизацией похоже. Какой очиститель? Видишь, рыба нарисована. А, ну да, рыба, она же с водой связана. Точно, автополив. Ну, естественно. Ну, всё, давай. Так. Вот так. Чё, нашёл? А, чё нашёл? Я ничего не прятал. А чё, спать будем? Нашёл? А, да-да-да-да-да-да-да. Триллер будем, короче. Всё, ну так, смотри. Сейчас твоя колыбельная начнётся. Вообще не понимаю, как под триллеру люди могут засыпать. Да когда ты засыпаешь, я-то смотрю. Давай, включай свою муть уже. Давай, погнали. Божесть. Натах. Я смотрю-смотрю. Да ты туда смотри. Куда? Ты чё, мама, что ли? Хоть бы нет. Она чё, во сне ходит? Чё, разбудить? Ты чё, нельзя. Лунатиков, если резко будить их потом, вообще с ума сходят. Ну твою-то чё, уже не разбудили. Ты чё, ты не шутки. Ну чё, всё делаем, видишь, что спим, да? Ну давай. Да, она сейчас тихонечко метлу найдёт свою и улетит. Спасибо. Хватит лежать, Ленин. Натах, чё делать? Надевать шстаны и бегать. Мам, ну чё ты, мы думали, ты во сне ходишь. Не хватало ещё мне к вам во сне ходить, ага. Я ничего, что ли, не отдыхать тогда? А чё вы-то припёрлись, шаритесь тут у нас везде? Где ордер на область? Слышь, мне не надо ордер никакой, потому что это не область, когда... Шмон, ты понял? Говори, говорю, быстро говори, где это? Чё это-то? Вы говорите конкретнее. Если бы я знал, а что, я бы сама бы нашла. Говори быстро! Куда ты спрятал то, что он тебе дал? Да кто дал? Подельничек твой. Говори, говорю, говори, давай, не бойся, он уже всё рассказал, раскололся. Раскололся? Наташ, ты б сходила, отца проверила. Может, там хотя бы паяльник выключить, я не знаю. Ну, смешно тебе, да. Мам, да чё происходит-то? Чё происходит? Эти два фирюки, вот этот и папашка твой, что-то спрятали тут у вас? Ты откуда знаешь это? Случайно узнала. Я из души такая выхожу, этот уже дрыхнет такой, на кровати там развалился. Слюной опять всю подушку извозюкал такой, расплескал вот такой. Ну и бормочет чё-то во сне там. Николай, пускай у тебя пока полежит, спрячь. Да ему приснило. Конечно, мама, он просто во сне. Ну в том-то и дело, что во сне-то он мне не врёт никогда. Он же тогда во сне сказал, что от билетов-то на балет отказался? На ибу-то, что он говорил, потерял, потерял, потерял. Да, балет-то это, конечно, святотатство. Ещё небось тот ваш любимый, где с саблями прыгают вот этот. Ну и шестер. Говори, говорю, где это? И что это? Да я не знаю, Тамара Игоревна, чё он мне там во сне передал? Мы с ним не виделись, я же не спал ещё. Не скажешь, да? А-а-а. Не скажешь, да? Только не по лицу. Ладно, сама найду. Так. Ну тут, как обычно, ничего, кроме лужи. Какое луна? Луна-уна. Так, Наташ, ты со мной? Да. Значит так, чтобы поймать преступника, надо что? Ну, надо думать, как преступник. Так, предположим, я толстый, вечно голодный, тупой пятиклассник. Хочу что-то спрятать от мамы. Куда я это могу положить? М-м-м, под кровать. А-а-а-а, под кровать? Так банально вообще, вы бы хоть постарались, подумали, психологи, блин. Наташ, посмотри под кроватью. Да, что, Наташа, ну... Да я сижу. Я сама посмотрю. Тамара Игоревна, у вас же спина больная. Потому что ты на шее сидишь уже сколько лет. Дерьмо. Абуза. Грыжа. О-о-о-о-о. О-о-о, что там такое? Что там? Оскар за твою отличную актерскую игру там. Опа. А-а-а. Вы что, его достали? Я уже забыл про него. Он там должен же стоять. Что это? Да, это этот, этот, как его... Ну, выдумывай быстрее, давай. Чё ты мычишь-то, ну... Блин, ну, забыл слово, Наташа. Это, очиститель с ионизатором, вот. Воздух чистит он, он там стоит. А почему он в коробке? Чтоб тебя не засосало, вонючка. Да, вон и должен стоять в коробке, вон написано же. Чё тут написано? Тут иероглифы одни. Давайте я прочитаю вам. Чё, думаю, я просто так дома сижу. Я вообще-то китайский учу. Ни хао. Вот тут всё написано белым по-чёрному. Значит, очиститель с ионизатором. Вот, из коробки не доставать. Не доставать. А рыба почему? Зачем тут рыба? Нарисованная. А рыба, давайте посмотрим, чё пишут про рыбу. А, вот, при запахе рыбы достать из коробки. У нас же рыбы не пахнет, как бы, ну. Поэтому, да поставьте его обратно, это самое. Спина нормальная ещё? Коль, а ты где это взял? А это... Это же эти, рекламщики принесли. Ну, которые приносят. Говорят, типа, месяц можно попользоваться, и если не понравилось, вернуть. Надо вернуть, по-моему, фигня бесполезная. Вообще какая? Бесполезная фигня, это ты тут. Мам, давай уберём уже, час ночи. Ну, правда, сил уже нет никаких. Спать охота. Тамара, а ты здесь, что ли? Я проснулся, тебя нет, думал, ты с кровати упал опять. Вот покатилась там, не знаю, в преисподнюю. А ты чё, автополив нашла, что ли? Какой автополив? Ну, вот этот. Я тебе сюрприз готовил на Новый год. Не получится сюрприз никого. А, так это автополив. Конечно, автополив. Вот, по-китайски даже написано, видишь, вот, автополив для тепли цинь. Ц, ц, ц. Цинь. А ты чё, тоже по-китайски читаешь, да? А что значит тоже? А вот Николай тоже читает. Ну, почитывай так по-китайски. Только он это, как ионизатор перевёл, очиститель. А, так это, посмотри, этим рекламщикам никакой веры, а. Представляешь, Натаха, хотели нам в качестве ионизатора втюхать автополив для теплицы. Вот, слава богу, Сергей Геннадьевич лучше, чем я по-китайски-то читаю. А, за что? Пока аванс. Так, Серёж, прежде чем ты хоть слово сейчас ещё скажешь, я тебя предупреждаю. Чистосердечное признание смягчает наказание. Хорошо, Домара, правда так правда. Этот автополив для теплицы, он больше эхолот для рыбалки. Насколько больше? На сто процентов. На сто процентов. Понятно. И мне его послезавтра должны были подарить ребята в штабе. А чтобы это было сюрпризом, они принесли Николаю и попросили, чтобы он спрятал. А, так это не рекламщики были. А я думал, ну чё они в военной форме-то? Ну сейчас сложился пазл, чё понять. Ты эхолот свой закрой, чтобы потом чё поговорим. Серёжа, чек, где на эту хрень? Чек? Да, да, чек. В коробке, наверное. Николай, ау, ешь чек, понял? Иди сюда, быстро. Тамары, иди сюда, быстро. Спасибо, что приходите на наши мини-спектакли. На Кавказе краденных невест выдают замуж с перебитыми годами рождения. Теперь понятно, почему конь сдох. Алло, агентство «Кавказская пленница», слушаю. Говорите, да, только быстро, я на заказы сейчас. Да? А, Самвел, дорогой, ты тогда сбрось мне сообщение с фотографией, как зовут эту богиню твою, хорошо? И какому числу она нужна, ладно? А, нет, что? Не, на коне нет доставки больше. На мотороллере только осталось. Да. Софико, Софико, ты почему такая тяжелая, а? Я тебя, что ли, с мамой завернул, а? Опа! Че, уже развело? Я че, до хаты не добралась, что ли? Ну ты, Тарам, ты забыл фонарик, а? Ты не Софико? Верняк. Ксюша, очень приятно. Ксюша Тавмасян? Откуда у Тавмасянов Ксюша? Они мне комнату сдали вчера. Что за люди эти, армяне, а? То машину перекрашенную втюхают, то невесту в кровати поменяют. Ты куда пошла, эй? Так че, пока остановочка, я в туалетик метнусь быстренько и обратно. Алло, да, какой цирк? А, цирк, здравствуй, дорогой. Да, все в порядке с вашим конем, да. Ты видел, там лошадь дохлая. Нет, это не ваше, это вашего увидела коня, умерла от красоты. Ваш спит просто. Разбудить его, да? Да, я тоже думаю, пусть отдыхает. Да, завтра в 9 утра в цирке, да. Как штык, да. Будет, как угорели кота, детишек, да, все. Братан, а мы где? Где-где, в беде мы. В заложниках у обстоятельств. Отставить панику, я учителю БЖ. Я учу маленьких людей выживать. В чем проблема, маленький человек? Во-первых, большая женщина. Мне утром вот этого дохлого коня живым надо в цирк вернуть. Так. А во-вторых, через 2 часа мы должны быть на свадьбе, и ты должна быть Софи-ко. Так, принято, думаем про лошадь. Лошадь, дохлый номер, думаем про Софи-ко. Так, смотри, а если я вот, смотри, вот такая сняла. Ну, там, понятно, каблуки еще. Что думаешь? Да я опять про лошадь думаю, вот. Ну, ладно тогда. Раз мероприятие отменяется. Да, конечно, бухайте дальше. Усугубляйте ситуацию. Да, Арсен, привет. Едем, едем. Да, гости собрались уже. Поздравляю, да. Арсен, скажи, а Софи-ко тебе прямо нравится, да? Есть просто другой вариант, тоже интереснее. Как Софи-ко, только внедорожник. Даже мини-вен, я бы сказал. Нет, хорошо, Софи-ко, конечно, уже везу, да. Горе красота! Женщина, да не ори ты, господи. Слушай, а можешь, моя богиня, сказать, что ты Софи-ко? А? А кормить будут? Это же свадьба, накучаешься, как бобик, отвечаю. Ну, давай. Так, ну-ка, давай, соберись, тяни живот чуть-чуть. Это грудь. Господи, как у тебя все в кучу навалено здесь. Ладно, скажи, что тебя укусил шмель, а? Какой шмель? Огромный такой, самый ядовитый в мире. Разбарабанил от тебя всю бедную. Ну, за 18 лет никто же не знал, что тебя там кусал кто-то или нет, да? Мне что, 18 лет? Тебе же еще 18 лет, ладно. Куда меня укусил шмель? В ту ловище, садись давай. Горючее не забыть, ладно. Горючее свое забираешь. Говорили мне, брат, не продавай ты эти киоски в Алапаевске. Сейчас бежим как человек. Продавал ловач спокойно. Нет, у меня же стартап, я же креативный. Все, так, значит, что мы будем с этим думать. Чоп-цебе, чоп-цебе, чоп-цебе. А, Ватчик Джон, здравствуй, дорогой. Здравствуй, Араб, здравствуй. Здравствуй, Ватчик Джон, где ты там? Вот, привет. Да? Там, в случае, твой конь это... Да, это он спит, да, спит, отдыхает. Слушай, а это твой стартап? Да, да, да. Понятно, да. Ватчик Джон, это Сафико. Едет на свадьбу к Арсену, да. Да ладно? Да, да. Сафико уже замышленный? Да, выросла совсем. Слушай, Сафико, слушай. Ватчик Джон, не надо лучше. Я поздравлю, что ты. Слушай, Сафико, девочка моя, ну-ка, давай, доставайся. Ватчик Джон, ты уверен? Я тебе хочу сказать, Сафико, я тебе поздравляю, прямо как это... Привет, я Сафико, меня укусил шмеля, когда будут кормить? Эй, ты чё? Ты чё залип? Тихо, женщина. Ватчик Джон, ты живой? Да. Но жизнь перед глазами пролетела. Слушай, Ара. Это Тарсен, он мне не нравится очень. Я прямо злой на него, потому что моему сыну вкрашенную машину продал. А-а-а. Если сегодня он женится на том, что в этом мешке... Значит, сыганка не зря деньги взяла. А-а-а. Николай, я уважаю тебя, да. Спасибо, Ватчик Джон. Ну всё, я пошёл. Да, всё, до свидания. Эй, овцы, не трогайте коня, он спит. И что, вы лезете к ним? А-а-а. Господи. Да, Арсен, мы подъезжаем. В смысле, сама пришла. А всё-таки пришла, да. Вырвалась по дороге у меня она, да. Вот так махнула рукой, коня моего убила. Я не звонил, потому что без сознания был. Конём придавила меня. Не надо мне твоих извинений. Всё, я вашу семью снимаю с обслуживания. Кто у вас там следующий женится? Отец, вот, всё, не буду тебе маму новую воровать, всё. Ольга, Ильдар, и этот Краснодар, купит он когда свадьба. Господи, сгусток любви, давай это... Женщина, всё, ты свободна, свадьба отменяется, пока всё. Это ты прав, я свободна, пока. Так, женщина, ты чего? Ну зачем же ты меня украл, похититель? Так, ты даже не думай, женщина, от тебя вон кони дохнут. Ещё не хватало, чтобы меня такой туристический автобус переехал. Съездила, Ксюша, год просто. Пять лет деньги копила, три выпускных пережила. На море не поехала. Чего нам сейчас, учителям не сфотографироваться в купальничках-то? Думала, в гору поеду, женщина из себя хоть две недели почувствую. Михайло вам не кто-нибудь в караокошной споёт, голубкой своей назовёт. Цветы подарит первый раз в жизни, не семиклассник. Но нет, Ксения Андреевна, и в отпуске, и в школе, и вы автобус. Сейчас ещё этот автобус толкать куда-то. Санвел. Алло, Санвел, а ты где эту голубку заприметил? В ресторане? Санвел, короче, я тебе сейчас прямо её привезу. Да, в той же одежде и в том же состоянии. Я не знаю, что ты будешь с ней неделю делать, но с тебя доплата за срочность, понял? Нет, не надо денег. Коня надо. Желательно белого. Да, всё. Всё. Как тебя там, Ксюшенька? Давай, собирайся, поехали. Осторожно, двери закрываются. Да, следующая остановка, Санвел. Полетели, моя голубка. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы не знаете в лицо своего губернатора, это не значит, что его нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Всё, снимайся, да, всё. Здравствуйте. Я губернатор Лобозьянской области. Это начальник ГУВД областного генерал-майор Петухов Евгений Малыч. Здравствуй. Да, так сказать, мы сейчас, так сказать, в порядке такой инициативы, так сказать, проверим, как выполняется закон о запрете продажи алкоголя крепкого после 23.00, так сказать, в прямом эфире, так сказать. Снимаешь, да, снимаешь? Да, да, да. Пошли. Здравствуйте. Здрасте. Вам чего? А где Людмила? Людмилу в больницу увезли? Она вчера весь день что-то по листочку учила, и её сегодня телевидение должно было снимать. У неё какой-то нервный приступ случился. А вам чего? Нам бы Людмилу, так сказать, ну что же, это... Скажите, вы продадите нам бутылку водки после 23.00? Ну, не знаю. Что значит вы не знаете? Как-то вы не знаете, когда вы должны знать. Ещё раз. Вы продадите нам бутылку водки после 23.00? Ну да. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет. Нет. Вам не продам. Ему продам. Нет. Вам не продам. А вам продам. А, нет. Обоим продам. Вам продам. Я не знаю. Всегда Людка ночью водку продавала. Я вообще первый раз в ночь. Я всегда днём работаю. Да вы знаете, что вам за это по закону положено, а? Юльбек! Юльбек! Да, Юля. Да, Юля, я иду. Юля, я крыльцо почистил, сосульки отбил, срок годности на кефир продлил до пятницы. Юльбек, разберись, тут наркоманы какие-то. Так, в чём проблема? Мы хотим купить бутылку водки после 23.00. Давай деньги, покупай водка, в чём проблема? Так, нельзя так сказать. Ну тогда не покупай водка, купи кефир свежий до пятницы. Понимаете, мы вообще ничего не хотели покупать. Вы видите камеру? А, я понял. Вы хотел обменять ворованный камера на водка? У нас нельзя, у нас магазины меняют ворованный на водка. Иди вон там за углом, гипермаркет восьмёрочка. Там ворованный на водка меняют. Там меняют, там губернатор крышует. У нас нельзя, мы не меняем. А там губерка нормальная, крышует там, всё. Вы что говорите, вы видите, с кем я вообще здесь вообще? Да, я вижу. Я вижу, у тебя друган из армии пришёл. Красивый дембель, парадка красивая. Да вы не понимаете ничего, вы не понимаете. Я всё понимаю, у тебя друг пришёл, вам сейчас бухать надо, а денег нет. Я понимаю, ты русский язык понимаешь, мы не продаём. Мы не ворованный на водке меняем. Молодой человек, знаете что, идите в пособку, откуда вы пришли. Давайте, валите отсюда. А с вами, товарищ продавец, мы будем разбираться по закону. Ты что ж бей? Женщина угрожает. Ну-ка давай разбираться один на один. Давай бей, нападай. Давай, бей. Юлия, сколько они здесь стоят уже? Ну минут десять уже. Когда так долго стоят, точно жвачка своровали. Ну посчитай. Давай бей давай. Нападай. Нападай. Бей. Я губернатор. Я начальник ГУВД. Что Юлия, так много своровали жвачка? Так всё, сейчас отсюда никто не выйдет, я электрошокер батарейки поставлю. Юлия, запиши на меня две батарейки. Всё, давай, выворачивай карманы. Так мне этот бардак надоел. Выворачивай. Я вызываю наряд. Всё, хватит. Получай, наркоманы. Слишком много ток поставил, у дембеля волос в носу выпрямился. Поменьше подкручу, руки вверх. Тихо, 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 тихо. Мне на Украине губернаторов не бьём, спокойно. Спокойно. АПЛОДИСМЕНТЫ Подчиняйсь грубой силе. Выворачивай карманы давай. Всё, всё, понятно, понятно. Ничего у меня нет. Быстро. Ничего нет. Ну вот, ну, жвачка. Жвачка, да? Моя, моя личная, моя личная жвачка. Ай-яй-яй-яй-яй. У меня вот за ушами, вот, смотрите. Можно сравнить, идентификацию делать. На, получай. Что, что у вас за, за народ такой? В магазине водка не продают, камера ворует, губернатор жвачка тырит. А живёте вы в России, всё равно хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Юля, я пошёл только чистить, а лучше. Давай. Оставайтесь, я тут без меня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Врачи-окулисты начинают читать книги с нижних строчек. АПЛОДИСМЕНТЫ Заходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ауф. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ Доброе утро, вообще-то. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы сегодня вместе проснулись, а что-то пропустили. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вы как минимум аппарат с бахилами пропустили. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему бахили здесь, на сердце? Чтобы не запачкать твой белый халатик, когда ты его разобьёшь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что у вас, медкомиссия на права? АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё и умная, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Направляйтесь прямо, и через два метра вы прибудете к пункту своего назначения. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я говорю направление на медкомиссию, давайте? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 глаз один закрывайте молишь если ты стесняешься давай свет выключим зачем глаза закрывать я говорю глаз один закрывайте читайте нижнюю строчку какую нижнюю просто послышалась ты сказала нежную читайте хорошо прости поторопимся по сногам начали читать вообще такое читаете то твои мысли белоснежка да нашелся твой гном ворчу махачу слушайте я вам сейчас медкомиссию не поставлю не хочешь чтобы я тебя на машине покатал что хочет чтобы мы все время были на заднем сиденье хулиганка какая все с меня хватит да скорей переодевайся поедем уже отсюда тут имели шаром ты вообще не можешь нормально женщинами разговаривать что ли открою тебе секрет не все в мире тебя хотят понял тебе нужны права они женщина по крайней мере сегодня до в смысле ближайший час ладно давай соберись иначе так и будешь ходить пешком пока ноги не сотрешь они так у тебя короткие ты можешь просто сись прочитать это и мэш и бэмэ и заткнуться а что у нас тут за инвалид по зрению добрый вечер утро вообще-то какое разное утро прибежала до соскучилась уже по рамку это харизма поняла вы устроили то добрый вечер здоровались уже чё надо вам а вы знаете мне нужно против медкомиссию там для права по по всем разным врачом а я застрял окулиста а она говорит что вы к ней пристаете а потому что не надо меня провоцировать да и как это интересно я вас провоцирую как забрались мои фантазии бегаешь там одном халатике среди подсолюхов кричишь а рамчик судить мама я где пил эй а добрый вечер так понятно все выйди из кабинета а то он как собака перед которой кусок мяса лежит ни о чем больше думать не может солнышко зашло добрый вечер добрый буквы читаем а и мэш и не все окулиста прошел видишь молодец рам можешь когда не хочешь чего говорю чего наберут этих красивых врачей они ходят в этих белых халатиках своими вызывающими ножками топчутся по моему воображению она тоже красивая да я психиатр о хорошо быстро пройду а я что у тебя ничего не вызываю почему вызываете уважение и все почему а как акулист только что вообще восхищение вызвали а в твоих фантазиях я что делаю обязательно рассказывать расскажешь я тебе все осмотры закрою о нет спасибо я лучше сам знаете это терапевт стройная брюнетка невропатолог практикантка у лора пятый размер что ты будешь делать если я расскажу фантазии закрою терапевта а хирурга работы до трех а лора живу на юго-западе даже боюсь спросить а нарколога в доме где я живу на первом этаже ресторан а с торца сауна о можно выбрать можно в каком порядке ладно хорошо только можно начать с ресторана скажите еще последняя просьба есть можем и для вдохновения на лора посмотреть одним глазом почему одним глазом я же прошел окулиста уже там еще крупные буквы остались уважаемые депутаты государственной думы первый день заседания государственной думы связи с праздником 1 сентября объявляется сокращенным я считаю это бесчеловечно первый же день после каникул трехчасовой рабочий новенький а почему в новенького все кидают а чморят по привычке но еще предложение во фракции кидают вот видите принял приглашение способный парень далеко пойдет вы кстати денежки взяли а на что мы же сегодня сдаем а на что мы сдаем так на новые офшоры что ж такое то получается каждый год на эти офшоры сдаем сдаем а старые то куда деваются вы представляете сколько за год ими пользуются там такие дыры закрывают вы кстати придумали что будете сочинять на тему как я провел лето нормально провел по декларации между прочим все в открытом доступе понятно вот так то между нами куда ездили где были в анапе был в монаке анапе монаке анапа монако анапа не хотите говорить не говорить я тоже в анапе был там очень хорошее казино на главной площади угощайтесь а что что случилось у меня день рождения с днем рождения 1 сентября отмечаю интересно что мне достанется интересно часы золотые а мне что а что у меня автомобиль а у меня уже такое есть а можно мне еще раз выбрать еще раз выбрать да конечно у нас же демократия система полностью прозрачная понимаете как замечательно что же попадется конфетка каракул давайте меняться нет 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 конфетка моя тут что осталось давайте на драчку собачку оп так и знал изумруды никому не нужны а вы заметили что все дороже и дороже к первому сентября собраться да вот сами посудите туфельки туфельки обычные туфельки 800 долларов костюмчик скромненький депутатский семь с половиной тысячу е где вы такой дешевый нашли портфельчик ручки запонки оно вроде вы знаете оно вроде все по чуть-чуть по чуть-чуть а в итоге 22 миллиона вышло 22 миллиона да это ж вам тут неделю придется пахать а если ребенок пойдет а у вас что ребенок скоро в думу идет но куда ему 18 лет парню не в институт же ему идти это коровам хвосты крутить или что они там делают не знаю не бывал я знаете я вообще вот так считаю вот вот кто на кого учился тот там и пригодился про вот учился ты вот на бухгалтера сиди и считай чужие копейки учился ты на учителя сиди и считай свои копейки а я вот нигде не учился я вообще денег не считаю ну а чё их считать их взвешивать надо а вы кстати в пульте в новом для голосования разобрались нет нет я вам покажу сейчас смотрите вот интересно вот это вот за так это против а это вот вперед это назад это стрелять а это сохраняться а вот это большая кнопочка это лучше не нажимать да а я нажму головой товарищи депутаты внимание кто-то из ваших коллег уснул на кнопке для голосования нету так долго работать нельзя все здоровье здесь оставить не говорите и не говорите вот вот даже взять дальнобойщиков по простых дальнобойщиков у них есть местечко где они могут нормально спокойно горизонтально полежать отдохнуть а у нас что у нас невыносимые условия работы не выносим а знаете что давайте такой законопроект напишем чтобы нам за каждым креслом и сделали люлечку как у дальнобойщиков что мы могли в этой люлечке когда угодно спокойненько поспать вы ерунду какую-то предлагаете давайте лучше дальнобойщиком запретим спать справедливо сирены мигалки тонировка проблесковые маячки корочки дружинника ребят может что-то тесе в подарок ребенку на день рождения начальник автопарка государственной думы пожалуйста вернитесь на рабочее место быстро я сказал да иду иду скучно скучно стало работать вот раньше я помню было стенка на стенку бились партия на партию фракция на фракцию такие бои были кулачные сейчас опасно сейчас тут столько спортсменов я так больше не могу я 40 минут сидим у меня попа уже как кисель знаете у меня позвоночник уже штаны сыпался уже я сейчас наберу председателя фракции и отпрошусь алло павел петрович да здравствуй а можно можно мы выйдем да мы с мы с вячеславом адольфович спасибо да да оставим мандаты оставим здесь на тумбочке да спасибо коллеги довожу до вашего сведения что депутаты от наивной россии рожков и мясников добровольно вышли из состава государственной думы взяв самоотвод давайте проводим коллег аплодисментами а Коля, Коль, ты что, спишь, что ли? А это не я? В смысле, я не специально? А ты куда? Все понятно, сам ты, видимо, сегодня не вспомнишь. Да че, я, я, ну так, я все помню, ты че? Ну и какой сегодня день? Особенный. И чем же он особенный? Ну так, ну не надо только из меня дебила делать, ладно? Я все прекрасно помню. Значит, день свадьбы у нас в июне. День рождения у нас у всех в ноябре. Скорпионариум, блин. Так, Новый год в декабре. Че, дальше вообще все понятно, 23 февраля в феврале, 8 марта в марте, 9 мая в мае. Че там еще, я не знаю. Ладно, не старайся. А то такое ощущение, что ты стараешься уже ради курицы. Вот так, ну не ради курицы, я же ради тебя стараюсь. Тебе же надо узнать, че сегодня за день. Че там по подсказкам? Может быть, кто-то познакомился в этот день. Ага. Ну так, ну по-любому кто-то познакомился в этот день. На земле 7 миллиардов, а дней 365 точно кто-то познакомился. Коль. Да ладно, шучу. Я прекрасно помню, что в этот день сошлись Натальи и Никольяне. Я даже приготовился. Да? Да. Как ты приготовился? Подарок купил? Нет, в магазин идти. Шампанского куплю, дай денег. Не надо никуда ходить. Я сама гораздо лучше приготовилась. Че ты там? И припасла бутылочку маминой вишневой настойки. О, ну так. Ну не можем же отмечать день нашего знакомства маминой настойкой. Это как-то я не знаю, ну блин, не празднично, там, не романтично, не весело в конце концов. Слышь, весельчак, если бы я тебя не разбудила, ты бы уже подушку лысиной полировал, лежал. Наташ, ну серьезно, настойка, мамина настойка. Мы празднуем день нашего знакомства или кого-то там на пенсию провожаем. Типа, лей настойку, звони Кадышевой. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом. Здрасте. Не приходится тужить. Чего приперлись, Тамара Игоревна? Радионяня сработала просто. Че ты орешь-то? Обкакался, что ли? Я не ору, а пою. А, обкакался и поешь. А что, талантливый мальчик на стадике? Наташ, крем есть тебе? Отсюда я просто это... Да, я тебе сейчас дам. Слушай, а, я не поняла, это че, это моя настойка у вас еще живая, что ли? Ну да. А че, празднуем тогда? Шесть лет, как мы с Наташей вообще-то познакомились, стыдно не помнить такие даты. Ужас. Че, ужас, как давно уже? Ужас, что вообще. Мам, будешь с нами настойку? Наташ, мы же решили, что не будем. Он что-то в этом доме решает, что ли, вообще? Да, решили, что наш праздник и ваша настойка несовместимы. Ой, 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 ой. Моя настойка, она вообще-то самодостаточная, в тебе не нуждается, так что без тебя справимся. Тамара Игоревна, а че, если все жильцы в доме узнают, что председатель ТСЖ алкашей гоняет, а сама пьянчуга? Кто поверит человеку, господи, который зимой языком к домофону прилип? У меня руки заняты были, и я думал, что кнопки пластиковые. Голова у тебя пластиковая. Ладно, шантажист, иди, нальем тебе. Я не буду, мне компания не нравится. Ну и ладно тогда, давай, спи там, господи. Я сплю, крепко, меня не трогать, понятно, ни при каких обстоятельствах. Давай, ну, давай. Давай. Как говорится, судьба даст твой шанс, руки не опускаем, как говорится. Ну, мам, ну что ты? Все, 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 ты все знаешь, как бы это... Давай. Ага. Мам, спасибо, очень вкусно. Не надо врать меня, это... Это что, моя настойка, что ли? Ну, конечно, твоя. А что за вкус такой-то? Ну, ты мне принесла бутылку, я же сразу спрятала в шкафу от Коли, чтобы Коля не нашел. Ах ты, любитель шампанского. Гусар недоделанный. Мам, я сама? А? А? Коля. Это не я, в смысле, я не специально... Алкашина. Мама. А, да, это твой праздник, ты сама. Алкашина. А? Блин. Когда ты успел? Да я не... Я же не сразу все, я по чуть-чуть. Оно раз и кончилось. Кстати, было очень вкусно, Тамара. Не сомневаюсь. Мам. Она не сомневается. А! Короче, этого из дома не выпускать. Я сейчас... Я сейчас принесу орудие возмездия. Зря ты курочку не съел. Умрешь голодным. Папа. Тамарочка, здравствуй. Ты здесь, что ли? Слушай, а можно я там твой сериал переключу, а? Тут сериал идет. Хрена переключишь, я смотрю. Папа, папа, проходи. У нас праздник сегодня небольшой. Только одна свинья раньше начал праздновать просто. Мама, иди. Папа, у нас праздник. Мы сегодня празднуем ровно шесть лет, как мы с Колей познакомились. Представляешь? А ты помнишь, как мы с мамой познакомились? Ну, конечно. Да? 23 февраля, слава богу. Ну что, где шампанское? Вот. И я говорю, шампанское надо. А они заладили со своей настойкой. Настойка, настойка. Только настойка вся в коле испарилась. Надо было прятать лучше. Да я случайно нашел. Ты специально искал. Да я думал, не найду. Я зашел в эту твою колдовку, там у меня бардак. Я запнулся, упал, у меня рука в твой сапог. Раз, а там, о, привет. Что-то я когда об твой бардак на балконе запинаюсь, что-то ничего не нахожу? Да потому что я ничего от тебя не прячу. Не, действительно, Наталья. Ну ты что, не надо было прятать. Не прятал, а он бы не нашел. Ну или б ты знала, что он нашел. И выпил. И обманывать бы не пришлось. А так получается, ты первая начала. Вот даже как. Я вообще ни при чем. Но Николай, как любящий муж, должен сбегать за шампанским. Не надо никуда бегать за каким шампанским. У меня еще одна бутылочка была припасена, я дома спрятал там. Вот хорошо. Ну, я тогда пойду. Сереж, 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 куда-то, куда-то? Давай, наливай, наливай, наливай. Да ну настойка, в такой день. Ну ты серьезно, что ли? Ну ты что, как-то неромантичный, я не знаю. Давай я это самое, ребятам в штаб унесу, мы там выпьем потом. Сережа, наливай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Двум Тамарам не бывать. А одной не миновать. Чего ты так говоришь, что я не поняла вообще? Тост, что? Тамара, ты у меня кудесница. А, да, вот это. Ручки золотые. Сереж. Ну, Сереж, ну ты что с горла там, ну, Сереж, ну налей по бокалам, ну, Сереж. Сереж. Сережа. Сереж, ты чего, ну, Сереж, Сережа, Сережа, ну ты, что делся, Сережа? Ты чего вообще? Это, это что, что, Каргаде, что ли? О-о-о. Николай, блин, дашь, что я подвинь. А он одноместный. Черт, ты же, Тамара. Иди сюда, алкошина. Не надо было прятать, понятно? О, точно, вы с Натальей провокаторы. Это точно. Это точно. Я не хотел. Я не хотел. Иди сюда, конечно. О-о-о. Спасибо, что приходите. На банкомат нечего пинять. Коль банк кривой. Что, тоже пин-код забыли, да? У меня часто такое бывает, когда я пин-код забываю. Вы, пожалуйста, пока не ломайте банкомат, я денежки сниму. Какой же у меня там пин-код, я его где-то записал. А нет, ни в телефон не записывал. Подержите, пожалуйста, он мне мешает. Какой-то сложный был, я помню. Так, может быть, 1, 2, 3, 1... Не подглядывайте. Нет, пин-код неверный. 1, 2, 3, 2... Нет. 1, 2, 3, 3... Нет, неверный. Не подглядывайте. 1, 2, 3, 4... О, пин-код принят. Пин-код принят. Я же говорю, какой-то сложный был. Так, что тут дальше? Так, выдать маленечко, выдать чуть-чучечко, выдать всё. Берем всё. А почему бы не снять всё? Такая хорошая зимняя ночь. Снять всё. Ну ладно, хватит. Хватит уже делать вот так. Так, что тут дальше? Выдать мелкими, выдать рваными, выдать крупными. Крупными. Возьмём-ка я. Крупными. А то я мелкими-то не унесу, у меня ручки слабые. Выдать крупными. Кто так всё время делает? Ох-ох-ох-ох. Кто так всё время делает? Ох-ох-ох. Это мне очень мешает. Это очень мне мешает делать вот так. Так, продолжим. Да, тут много. Тут, наверное, лет за пять. Ох-ох. Тут даже в сумку-то и не войдёт. Ох-ох-ох. Сделаю-ка я вот так. Во. Да и так не войдёт. Сложу-ка я просто в мешок из-под картошки. Да, вот они, мои денежки. За десять лет все. Так, что, сломался? Да. Банкомат сломался. Как жалко, что у меня ручки слабые. Эй. Зато ноги сильные. Но! Спасибо, джиу-джитсу. Мне же за пять лет всю бошку на микс-файте отбили. У меня даже кликуха-придурок полоумный. Чё стоишь, не грабишь. Испугался? Сердце в пятки ушло. А хочешь, я тебе его достану? Через глазницу. Ладно, давай телефон. Рука у тебя классная. Держатель для телефона. Я бы вот тут вот так её отломил. И на лобовое стекло бы вот так повесил. Да? Да. И бошку твою на торпеду, чтобы меня вот так на кочках успокаивало. Ладно, давай телефон. Вот, милиция уже едет. Давай, беги. Чё, не можешь? Ноги от страха отнялись, да? Ну, давай, постой здесь тогда. Подожди их. А чтоб удобнее было вот так постой. А я тебе говорил, не делай вот так. Это меня нервирует. Я же полоумный придурок. Ну, давай, пока, козлина. АПЛОДИСМЕНТЫ В дорогом ресторане стейки выбирают по фотографиям коров. Что-то ещё будете заказывать? Да, нет, наверное, ограничусь этим васым суперсупом. Хорошо, я тогда счёт принесу. Да, несите, посмотрим. Не включили вы туда чё-нибудь лисненького. Извините, но у вас был один суп? Да, вот то задумаю. Вроде должен быть только суп. А нет. Только волшебное путешествие супа из этой тарелки в меня начало подходить к счастливому доверсению. Как вдруг баш! Привет от Рапунцель. Не понял. А чё тут понимать? Волос плавает вон. Как плавает? Брасом вон по третьей дороске финифировал. Рассказывайте, вы весь суп съели? Весь, да не весь. Волос остался. На дне вон прятался. Спасибо за испорченный вечер. Всего хорошего. А счёт? А чё, счёт я после Бельгии футболом в осенне интересуюсь. Фристайл на лыжах. Вот нас обудлись, я считаю. Всё, до свидания. Вот подождите, я такие вопросы не решаю. Я сейчас позову старшего менеджера. Секундочку. Давайте, зовите, кого хотите. Цветы у них тут, подумай-ка. Всё там такое. Опа. Что ты с этой бутылкой будешь делать? Давай. Здравствуйте. Здрасте, здрасте, здрасте. Я старший менеджер, что у вас случилось? А что, нам по дороге не рассказали, пока вы так долго шли? Я хочу услышать это лично от вас. Приходил постельон, сейчас только что. Сказал, получите, расписывайтесь. Что получите? Скандал. Вон он на дне тарелки лежит, в форме бесконечности, забивается. Чёрный такой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А если он был не один тут? Если я уже несколько съел? Думал, лапса? Сейчас начну кхыркать и спину гнуть, как кот. Я поняла. Я поняла. Хорошая, всё поняли. Молодой человек, что мы можем для вас сделать, чтобы наш инцидент был исчерпан? А я даже не знаю, что вы можете для меня отделать. Долзок по коммуналочке закрыть у меня можете. Пуховичок у меня зимний, не к чёрту уже. Зарядка от гироскутера потерялась. Ну, с другой стороны, может быть, этот волос вы положили себе в тарелку сами? Конечно! По-васу, моя стой. Еду в троллейбусе, да? Смотрю такая, передо мной стоит женщина в красной сапке с красным пакетом. Думаю, о, возьму кого-нибудь с плеча волос, положу в карман, приду в ресторан, закажу самый дорогой суп, не доем чуть-чуть, бросу сверху волос, всё бы не платить. Да я... Да я до такой схемы в жизни бы не додумался. Вообще, как вы, почему хамите клиентам? Мне на входе сказали, у вас приличное заведение. Кто вам сказал? Да какой-то офицер у вас там стоит в форме, дверь открывает всем. Так и сказал, урод, ты куда попёрся, у нас приличное заведение. Так, молодой человек, я предлагаю сделать так. Мы предлагаем вам десерт на ваш выбор от нашего заведения абсолютно бесплатно, и наш конфликт закончен. Ну, десерт, конечно, не дим, не пуховик. Знаете, есть такой десерт, там, короче, яблочки вот так меленько порезаны, всяко-мелко, с корицей перемешаны, в рулет вот так запихано, а то всё, знаете? Называется как? Я думал, вы скажете просто мне. Чизкейк? Нет. Крем-брюле? Нет. Тирамису? Дальше. Молодчик, скажите название, вам принесут. Ну там такие яблочки вот так порезанные, с корицей перемешанной, с мёдом, в рулет вот так запихано. Молодой человек, я не повар. С морозным подают, знаете, всё иногда. Я в ингредиентах не разбираюсь. Скажите, название вам принесут. Срудель. Вы хотели услышать, слушайте. Срудель. Это срудель. Несите мой сру-дель. Штрудель закончился. Пу-ты. Несите вас, да, этот, этот, тирамису. Ты-то чё рисила? Офиг неожиданности. Чё, зычь с собой теперь, Соли? Надо было на среднем одевать, вот было хорошо. Ну привет, урод. Привет, красотуля, а мы чё, знакомые, Соли? Да, а что, ты забыл меня, урод? А-а-а, магазин, сестёрочка, да? Опа, мы за акционой гречи подрались, да? Я тебе сейчас дам, греча. Так, 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 тихо, 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 девушка, что случилось? А вот ты, сумасшедшая, полюбуйтесь. Мушедшая. Что случилось? Сбрендила совсем. Вы представляете, я иду мимо вашего ресторана, случайно в окне увидела вот этого, который в троллейбусе у меня все волосы повыдёргивал. Ха, это красная сапка, а? Спасибо вам, девушка, большое. Приходите к нам ещё, у нас замечательный бизнес-ланч. Обязательно забегу. Всего доброго. Как вам десерт? Вы знаете, на первое ощущение, немного зысковат. А так, в общем, божественно. Даже представить не могу. Это какой же тогда вкусный у вас срудель. О! Ладно. Вынос не над кланяться. Спасибо большое за угощение. Я пойду, наверное, да. Ты куда вазу понёс, срудель? Она сама со мной решила уйти. Миша, держи. У депутатов дети рождаются реально в капусте. Так, ну что, уважаемые коллеги, давайте перейдём к рассмотрению закона о повышении налога на дорогую недвижимость. О, не-не-не-не-не-не, коллеги, я против. Я против. Ну вот представьте, приходит обычный российский учитель в свой особняк. И мало того, что ему надо вот эти вот огромные тарифы платить за эти 500 квадратных метров, вы ещё прикажете ему налог повышенный поставить? Да. Ну, это не в какие ворота. Александр Геннадьевич прав, я считаю, да? Давайте будем честными. Давайте, знаете, никто не покупает квартиру в 500 квадратных метров на сдачу от хлеба. Её покупают на последний день. Ужмите, поверьте, я в этом разбираюсь, у меня тёща в такой живёт. Это которая из трёх? Это первая, с которой плохо расстались. О, понятно. Ну, правильно говорят, откуда у старушки бриллианты? У старушки, если деньги есть, она корм для кошек покупает. Да? Да и у старика тоже. Вообще, наша цель, миссия, учитывать все интересы. Поэтому, господа, предлагаю отказаться от 13-й зарплаты для чиновников. Это что за популировка? Это вы без ножа режете, вы что? Вы так слушаете меня, в конце концов? Отказаться от 13-й зарплаты в пользу 14-й и 15-й. Ах. Тем более 13-й несчастливое число. Да. Это будет хорошая поддержка для граждан нашей страны. Это прекрасное предложение. И не надо забывать, что для депутатского корпуса у нас предусмотрено в этом году, антикризисная надбавка 20-20. Вы что-то не договариваете? 20-20-20? Или 20-20-20-20-20-20-20. А, ну или вот так. Это в месяц? Маш, ну не в год же, ну шо. Так, ну что, налог на роскошь отменили. То, что о народе подумали, это очень хорошо. Как мы дыру в бюджете закроем? Есть предложение? Машенька, вы же готовились? Предложение у вас было какое-то? Ну, лично я считаю, налог нужно вводить на тех, кого много. А много у нас кого? Нищих. Поэтому нужно ввести налог на нищих. Тогда мы сразу решаем две проблемы. И дыру в бюджете закрываем, и нищих меньше станет. Слушайте, господа, ну что вы в самом деле юродствуете-то, а? Ну, в самом деле, давайте поднимем прожиточный минимум. Ну, давайте сразу вам встречный вопрос. На сколько? Ну, на какой-нибудь минимум. Ну вот если на минимум, то его нет смысла поднимать даже. Ну, давайте на побольше поднимем. Ну, тогда будет прожиточный максимум уже. Слушайте, вы кто такой вообще? Я телеведущий. Александр Геннадьевич борец. Виктор Анатольевич певец. Маша актриса. Вы кто? Я МГУ закончил. Я управленец. Кто? Управленец. Управленец? Управленец. А что вы здесь делаете? Да. Меня мой управленец. Он на парковке в машине ждет. Кто его что-то сделал? Это что такое вообще? Да. Это Пушкин. У него мандат. Кто же ли вообще? Депутатские мандаты направо-налево раздают. Товарищ управленец, вы бы хотя бы сначала в сериальчике в каком-нибудь снялись. Или мультик озвучили. Как вы людям помогать-то собрались? Послушайте, ну давайте по существу. Вот я... Надо помочь тем, кто сейчас на передовой. Кому? Я согласен. Я согласен. Предлагаю отдать весь наш автопарк, вот эти вот все камри, ц-классы, доставщикам еды. А себе взять старенькие, подержанные, полугодовалые руйс-ройсы. Доволен, управленец? Порулишь? Послушайте, ну машинами не поможешь малому бизнесу. Я предлагаю дать малому бизнесу налоговые каникулы. Вот все расчеты. Слушайте, хватит каникул уже этих. Хватит. В том году мы наотдыхались. Все работать хотят. Вы про каникулы опять. А давайте дадим малому бизнесу налоговый выходной. Ну вот, например, в воскресенье можно не платить. Неплохо. Вот, видишь, светлые мысли есть у Машки-то. Не то, чтобы тебя учись. Так, подождите, несправедливо. Мы о малом бизнесе подумали. А о большом бизнесе кто подумает? Если кормить блох, они сожрут медведя. А вы не знаете, блохи Соболя могут сожрать? Могут. Меня вот вокруг торгового центра этих чебуречных натыкали. Машину поставить негде. Ну ладно, давайте, чтобы большой бизнес не обижался, тоже дадим ему налоговый выходной. До конца года. Послушайте, ну, это же смешно. Понятно, почему вы все предлагаете так про большой бизнес. Потому что у вас у всех, у каждого есть большой крупный бизнес. У вас, у вас, у вас, у вас. У вас вообще два бизнеса. Товарищ управленец, давайте сейчас не о нас думать будем, а о людях думать. У нас вон артисты без работы сидят. Меладзе в виде обращения записал. Видели? Последний стейк без крови доедает. Вот всем артистам не знаю, а вот Меладзе я бы конкретно помог. Мне он нравится, я его таблетки принимаю. Хороший врач. Вы что-то путаете. Что я путаю? Ничего я не путаю, у жены моей спросите. Ну, какой? Первый, второй и последний? Сплюньте последний. Крайний, крайний. Послушайте, вот вы, Машенька, затронули правильную тему. Вот эстрадная отрасль, она же в упадке. Но там ведь не только те, кто на сцене. Там же целая индустрия. Световики, звуковики, операторы, гримеры, костюмеры. Столько народу? Ну, пусть Меладзе перед ними и выступает. Слушайте, ладно, понятно, что здесь просто мы бьемся головой о камень. Смотрите, туристическая отрасль сейчас находится в упадке. Надо как-то им помочь. А я с ним согласен. Надо не оставлять в упадке туристической отрасли. Я предлагаю на какие-нибудь ближайшие праздники взять и всей думой поехать на Мальдивы. У нас всего 450 человек. Это явно недостаточно. Да недостаточно. Берите, значит, детей, жен, любовниц. Всех берите, и в серво нем дополнительный чартер будет туда. Так какие Мальдивы, а? Ну вы в своем уме? У нас люди в очереди дерутся за просрочку. Мы услышали вас. Это, конечно, это беспредел. Да. Просрочки должно быть столько, чтобы хватило каждому гражданину. Спасибо. Извините, а вы не знаете, что такое просрочка? Не знаю, но это, видимо, что-то очень важное, если раз граждане нуждаются в этой просрочке. А то ты знаешь все, управленец. А? А, и шоферы все знают. Так, послушайте, вот реальное предложение у меня есть. Смотрите, у нас у всех есть премии. Так. И я предлагаю отказаться от наших премий в пользу сельских учителей и медиков. Вот здесь все расчеты. Потому что сейчас они, как никто, другие нуждаются в нашей поддержке. Вот для нас же 17 миллионов, это же небольшие деньги. Да? А людям они помогут остаться на плаву. Вот все посчитано. Пожалуйста. Так, значит, 17 миллионов мы спускаем вниз с сельским учителем. Да. Давайте, да? Так, а... Вам, Пушкин, за такое хорошее предложение предлагаю выписать премию. Так, и чтобы никому не было обидно, всему депутатскому корпусу, так, это умножить на 4... 2 миллиарда 700 тысяч на премию. Ну что ж, господа, ну я же не это имел в виду. Вы вот, вы здесь занимаетесь вообще не тем делом. Вы все здесь не на своем месте. Да. Это просто коррупция. То, чем вы занимаетесь, называется коррупция. Вот тут вы не правы. В корне не правы. Александр Геннадьевич борец. Он борется с коррупцией. Знаете, какие приходят коррупционеры? Я их там борю. Виктор Анатольевич певец. Он поет на коррупционных вечеринках. Ну так надо-то на антикоррупционных. Я и на тех, и на тех пою. Я не разделяю людей на плохих и хороших. Для меня они все любимые зрители, для меня. Да? Маша, Маша, а... Посмотрите, какая красавица. Украшение думы. Ну хорошо, а вы? А я, я телеведущий. У меня самая главная миссия. Я делаю все, чтобы на телевидении не было ни слова о коррупции. А вы, товарищ управленец, вот идите машину прогрейте. Мою тоже. Внимай вас. ВОЛЬНЫЕ АПЛОДИСКАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Честно говоря, я уже поплевший Соловьёва, дознаватель Арам, искуситель Проходите, товарищ искуситель Присаживайтесь Да, да, да Объяснительную написали по факту вашего избиения? Да какого избиения? Ещё не факт же Вас же избили Не, ну как избили? Попытались Они получили жёсткий отпор сразу же Ну давайте почитаем, что вы там написали Да не, не надо читать, наверное Я там всё на эмоциях так изложили Кажется, что всё наоборот было Давайте я расскажу просто Как всё происходило А вы точно помните? Вы же головой ударились Конечно помню Правда сейчас чуть память не потеряли, когда вас увидели От вашей лучезарности Ну давайте Рассказывайте, пока не ослепли В общем, смотрите Ситуация была очень простая Потомственный рыцарь внутри меня не выдержал Когда негодяи начали приставать к одной девочке-дюймовочке в баре В общем А уж когда мои джентльменские уши услышали Как они говорят Пупсик, хватит ломаться Поехали с нами Согласитесь, пупсик это уже перебор Да ведь? И здесь Значит, вот этот благородный тигр Вырвался из клетки самоконтроля И набросился на этих трёх похотливых животных Вот, я, короче, первого сразу вырубил Второго вот так схватили Бросили через барную стойку Третью умоляли о пощаде Четвёртый сам убежал Так их трое было или четверо? Кого? Нападавших Их тальпа была Я всех раскидал, короче, там Вот Один вон степился в руку У меня вот так зубами Я вот так махнул, он улетел Больно? Да не, уже не больно Я себе просто сказал Арам, у тебя ничего не болит У меня просто такой организм Он слушается у меня Слушается, как хорошая песня Они глаза ласкают мою душу И голос твой, как мёд для моих ушей Сядь, чёрт Вот так слушается у меня Да я тоже его, кстати, слушаю И сейчас он спрашивает Во сколько вы освобождаетесь? Не переживай, сейчас всё узнаем Вот именно, сейчас всё узнаем Так, второй участник драки где? Позовите Ну так разбудите, значит Я не собираюсь здесь до самого утра сидеть Да, нам уже уезжать надо Помолчите, а Чё умелите-то? Простите, просто что-то Замечтальца Как представили, что вы меня Пристёгиваете наручниками к кровати Вот так лампу на меня направляете Говорите Быстро рассказал, кто тут самая сексуальная Я кричу Это ты, дознаватель Соловьёва Помолчите, а Я готова Ух-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х Ольга Олеговна, объяснительную написали? Да чё объяснять-то? Ну как всё было? Ну как было? Я месяц назад платье заказала. Месяц ждала, переживала, придёт, вообще не придёт. А у меня есть такая особенность в организме, я стресс заедаю. И вот это платье вчера пришло и не застегнулось на мне нафиг. Очень трогательно, но несодержательно. Как в баре всё было. А, в баре? Сижу я, значит, в старом платье, поминаю новое. Ко мне вон, подкатывает вот этот Аполлон на минималках. Ну и всё. Давай до меня домогаться, я аж оторопела вся. Какой ты оторопела? Сидишь тут, сочиняешь на ходу. Дознаватель Соловьёва, это она меня домогалась. Вот сожрать меня хотела, с руки начала, представляете? Укусила меня, когда я вот так от неё отмахивался, отбрыкивался. Говорит мне, эй, пупсик, хватит ломаться, поехали со мной. Согласитесь, пупсик, это как-то обидно, если честно. А что же вы мне рассказывали-то, что вы защищали девочку-дюймовочку, а? Во-во, вот так называл меня, да. Какой называл? Ха ты посмотри на себя, какая ты дюймовочка. Ты дюймовина. Нет, ты дюймовище. Представляете, за ногу меня почти до выхода дотащило. Хорошо, этот танк хотя бы гардеробщица остановила, закричала ей, куда потащила его? Пусть он бирку отдаст сначала. Вот здесь я всё подробно изложил, товарищ Дознаватель. Посмотрите, ознакомьтесь. То есть вы до неё не домогались? Конечно нет. Она же это не вы. Вот если бы там были вы, я бы сам себя за ногу к вам притащил, чтобы вы меня вот так поставили к стенке, руки пошире, ноги пошире, и начали обискивать своими нежными руками. И тут мне говорите, это что тут за запрещенный предмет? Я говорю, извините, товарищ Дознаватель Соловьёв. Понятно. Заявление о домогательстве писать будете? Конечно буду. И это, по-моему, тоже заявлять буду. Я не вам. Ольга Олеговна, заявление о домогательстве писать будете? Эй, Дознаватель Соловьёва, вы что, найдите совесть? Вы не видите, что ли? Что тут произошло? Сколько ему светит? Ну, год тюрьмы минимум. А. Я извиняюсь, Ольга Олеговна. Нет, ладно, Дознаватель Соловьёва не справляется с работой, совесть найти не может свою. Вы, Вита, женщина обаятельная, красивая, умная. Давайте сейчас все выдохнем и поговорим о примирении сторон. Я уже на самом деле и забыл, как вы вот это, меня кусали, за ногу тащили. Забыл, как только вы меня вот головой об барную стойку ударили, я всё плохое забыл. Помню только хорошее, как вы подкаргулили меня возле туалета, приезжали к стене, говорите, пупсик, хватит ломаться, поехали со мной. Вот эти комплименты все ваши. Согласитесь, пупсик как-то приятно, если честно, да? А завтра заявление можно подать? А зачем завтра заявление? Ну, посмотрим, как сегодня твоя сторона примиряться будет. Ну, посмотрим, если вы мне глаза не выдавите. Давай, сочинение своё забирай, жду на выходе. Я завтра, если выживу, к вам вернусь. Зачем? Писать заявление об изнасиловании. Пупсик, бегу, бегу, моя джимовочка. Бегу, бегу, это ей, моя джимовочка, это вам, дознаватель Соловьёва. Пупсик, бегу, 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 бегу. Так-так-так-так-так Так-так-так-так Так-так-так Так-так-так Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте Я по объявлению По какому? А вот, вот у вас объявление Вот, автобазу требуется человек Ненужный никчемный человек без родственников Да, да, это наше объявление А у вас действительно нет родственников? Нет, есть, это они как раз меня и отправили устраиваться Ну, понятно А что я должен делать? Вы будете испытывать наш новый автомобиль О, Лада Прада Почему так называется Лада Прада? А это чтоб люди путали и покупали нашу Ладу Раду Да, у нас Это наша концепция на ближайшие 40 лет Ну, умные люди, конечно А что я-то должен делать? В будье обкатывать А, я понял Я должен два часа ездить, не переставая Нет, она столько не проедет Максимум 12 секунд И куда я поеду? Прямо До раскрашенного заборчика А вдруг я не успею затормозить? Так вас заборчик остановит А если не остановит? Ну, как не остановит? Там 4 метра бетона Проскочивших еще не было Знаете, у меня прав нет А вы гаишников там навряд ли встретите Так а что я тогда делать? Там буду сидеть как? Так ничего не надо делать Просто сидите Руки на руль положите и сидите И все Да А как машина-то-то, когда поедет? Мы ее на веревке по рельсам потянем А, то есть меня повезут? Да И сейчас, и потом Слушайте, ну, так тут не указано было А сколько зарплата? А вот можете сами назначить любую сумму Ой, ну вы сейчас пожалеете Ну, смелей Тысяча Пока не пожалели Рублей Договорились Я вам сразу тысячу дам Нет-нет, я потом возьму Ну, потом Давайте потом Но это навряд ли Я вам ее положу На карточку На вас А зачем вам такие деньги? Я хочу зубы сделать Передние Шатаются? Да, понятно Слушайте, ну, может, пока не торопиться с зубами, а? Да нет, пора Ну, а вам тысячу-то хватит на зубы? Да, ну, хватит, конечно Я врача хорошего нашел 30 рублей зуб Да, могу телефон дать Но там без гарантии А я подумал, зачем мне гарантия? Это же зубы, а не телевизор Вот сразу видно делового человека Да? Вот Давайте все Давайте заключать с вами контракт Давайте Вот давайте так Значит Заполняйте форму Пишите, значит Давай Фамилия имена у тебя Валентин Пипеткин Это не пригодится А что надо? Надо группу крови и резус-фактор Я не знаю И не надо А, ну и ладно Все, давайте А мне униформу какую-то дадите? Униформу вам, конечно, дадим А давайте У нас есть униформа У нас есть отличная униформа Смотрите, какая у нас униформа Сейчас мы вам ее вот Вот так Смотрите, как красиво А? Смотрите О! Просто красота Смотрите как Вот Ну как? Как вам идет форма Вы знаете, мне у вас график понравился Очень сильно 10 секунд работаешь 4 года отдыхаешь Ну 4 года мы это на вскидку написали Там может быть и больше Ну все Я готов? Ну все Давайте проходите Тогда вот машина Садитесь Давайте Классно так Да? Давайте Все? Сажусь? Да А да Как, удобно? Да, удобно Хорошо Ремень где? А ремня нет Мы как раз хотим проверить Нужен ли в этой машине ремень Может быть и не Вы-то со мной поедете? Не-не, я вас тут подожду Слушайте, раз я все равно ничего не делаю Можно будет ехать и чай пить? Ну конечно, я вам сейчас вот чаю Осторожно, горячий кипяток Осторожно А можно еще печеньки тогда? Печеньки вот, берите печеньки Вот вам печеньки давайте Хорошо Сахар нужен? Нет, сахар белая смерть Согласен Согласен Ну что? Все? Готовы? Да Посидите пока Я сейчас свяжусь У меня Крутится у вас усиление Давайте Сейчас Значит так Значит так Любочка Люба Да Значит смотри Сейчас Разгоняем до 140 И фронтальный Да В бетон Потом боковой Две тонны в дверь В водительскую Да И потом сзади локомотив Покасательный Люба Давай по максимуму Все Человек очень хороший Да Все Давай Я тут чай пролил Ничего? А ничего страшного Ничего страшного Ну что Готовы? Да Подождите Я ногу на ногу положу Это Подождите Это не здесь А где? Это не здесь У нас специально есть ангар Там из шланга моют А здесь Уборщица будет ругаться Проходите Ну вы транжиры Тысяча за 10 секунд Вообще денег не считаете Ну автобас Да проходите Усаживайтесь там Все Устроились? Ну все Молодцы Давайте начнем Так Люба Разгоняем до 140 Дальше давай Боковой молот Прекрасно Ну и локомотив давай Прекрасно Замечательно Ты еще здесь получатель Или в бухгалтерии? А вы что не поехали? Поехал Просто она как тронулась У нее дно отпало Я через дно выпал Ну что значит Прекрасный результат Наш автопром В очередной раз Пробил дно Да? Давайте так и запишем Безопасность приемлемая Ремни не нужны Лада Прада Отправляется в производство Ты еще дай Пройдемте в кассу Давай Восьмого марта Про тещу Либо хорошо Либо не про нее Наташ А ты что это такое На ужин приготовила Что так нарядилась В холодильнике борщ В холоде С твоей любимой Салат я сделала Что-то не очень Совпадает с твоим видом Зато с твоим Сочетается отлично Ну и что ты теперь Каждый ужин Будешь так одеваться Чтоб мне вкуснее было Тогда надо было Вообще ничего не надевать Коля Я буду очень странно Выглядеть без одежды На корпоративе Ну да На каком корпоративе? Ну как на каком? Седьмой марта сегодня У меня на работе Корпоратив Как обычно Ты че молчала-то? Ё-моё Хоть напомнила бы Так, где у меня брюки? В стирке Ладно, одену черные джинсы Просто с пиджаком Буду за столом сидеть И не вставать И не видно будет Че кто у вас сегодня Поет на корпоративе? Би-2 О, ну как раз Не очень танцевально Не буду вставать Буду только хавать сидеть Не надо ничего надевать, Коль А че Вместе и голенькими пойдем Ты не пойдешь А че такое, Натах? Я же там тарелку за собой со стола убирал все время Чипсы на диване не ел Да не в этом дело, Коль Ты вообще ни при чем здесь Я с мамой пойду С мамой? Ну да Короче, у папы В доме офицеров Отменился корпоратив И мама очень расстроилась Папа говорит Сидит, все грустное Никакого праздника на праздник Все вот это Да, здорово А то, что у меня праздника не будет Всем как бы наплевать, да? Коль, это международный женский день Спасибо Еще и натыкало мне, что я мужик Ну идите, идите со своей мамочкой Прям представляю этот песочный расколбас Прям вот вижу уже, как Тамара Игоревна пьяная На столе отжигает Ты ее пытаешься стянуть Она вот так ногой от тебя отбрыкивается Говорит Наташа, мне никогда так весело не было И сдергивает с себя парик под бедва Большие Здравствуйте А ты че такой веселый? Поел что ли уже? А вы че такая невеселая, Тамара Игоревна? На дискотеку веселуху копите? Жду, когда ты шкуру скинешь И в принца превратишься Жаба Ну ладно, правда, а че такое грюмое-то? Да не знаю Че думаешь, я не поеду? А ну че я там буду делать? Ну там одна молодежь Тамара Игоревна Дорогой вы мой человек Не думал, что скажу такое при жизни Но вы абсолютно правы Ты че это ожил-то, я не поняла? Ну че просто переживаешь Не хочу, чтобы вы себя там чувствовали Не в своей тарелке Просто беспокоюсь за вас Не надо за меня беспокоиться Последний раз, когда ты обо мне беспокоился Ты мне не те таблетки подсунул Я только через четыре дня проснулась У меня рассада вся засохла О! Ну мам, ну поехали, пожалуйста, а? Ну потанцуем там, пофотографируемся красиво Наташа, да, мы тоже с тобой можем красиво пофоткаться Так кто с тобой будет фоткаться-то, господи Ты если на фотке есть Другие уже не входят, понимаешь? Девочки, ну чего? Я вам такси уже вызвал там Да пап, мама думает, ехать, не ехать Да, я поеду, скорее всего Скорее всего, ты ешь Я еще ничего не решил Сядь Тамара, че ты опять начинаешь? Колю, что ли, брать? Он опять потеряется где-нибудь пьяный Или в гардеробе наденет чужую куртку Потом его из полиции вытаскивают Ну зачем это надо? Сергей Геннадьевич, когда такое было-то? А ты предлагаешь дождаться, когда это будет, что ли? Сергей Геннадьевич, ну просто вы че наговариваете на меня? Так, Коля Ты че не понял? Девочки хотят поехать вдвоем А-а-а Понял, точно Это же ведь и их праздник Главное, только их Ну что, все понятно? Не знаю Ну реально Наверное, я все-таки не поеду Ну че, ну как-то мне так... Тамара Игоревна Да и правильно, не едьте Я поеду Че, повеселюсь там, поем деликатесов Напьюсь Потом весь год с блаженной улыбкой буду вспоминать И рассказывать вам Как там было хорошо Фу, какая гадость Ну че ты стоишь-то, одевайся уже, поехали Поехали уже, все Так, а вы чем будете заниматься? К завтрашнему празднику готовиться Да Поздравление вам придумывать Точно Ну ладно, ладно Все, поехали Давайте, девчонки, хорошо отдохнуть вам Все, пока-пока Отдыхайте, ни о чем не переживайте Пока Давайте Ну че, Сергей Геннадьевич, доставайте Че доставать? Ну то, ради чего я сейчас так мастерски вам подыгрывал Вы заценили? Я заценил, спасибо Но у меня корпоратив в доме офицеров Все, давай Сергей Геннадьевич? Что? Вы же сказали, у вас его отменили Николай, что ты тупой, что ли? Его для Тамары отменили Она 10 лет туда со мной ездила У меня ни одного удачного корпоратива не было Потому что нам-то слишком жарко Нам-то слишком жирно Нам-то слишком глубокое декольте вон у той курицы Так что давай, готовь, поздравление, все Сергей Геннадьевич, ну возьмите меня с собой, пожалуйста Николай, че, не понимаешь? В дом офицеров мужики парами не ходят Понятно, че Да шучу Пять минут на сборы Да мне хватит двух минут Так, так Сейчас, дом офицеров Там по-любому в какой-нибудь Газманов Поедут они свое беду, а там слушать не съедут Так, и шапочка Все Ты куда это собрался? А-а-а Никуда Ужинать В коротке А я же прикалываюсь, типа тоже на корпоратив поехал Да? Да, сейчас вон приду, в гардеробе разденусь Сяду за стол, поем борща с холодцом Би-2 в рублю, тоже послушаю А ты че вернулась? Да мама там забыла че-то Метлу, наверное Тамара, да я тебе говорю, репетиция у нас Репетиция? А почему ты в парадке тогда? Потому что... Почему? Потому что репетиция генеральная А это почему-то в одежде? Да Ак мы же, мы же ведь на улице петь будем На улице? Сиренада под окном Проговорился, блин Эх Ну давайте Пойте Слова-то помнишь? Ну вроде Давай, поехали Так вы же начинаете Забыл, да, я Ну, ну, вон Самые лучшие женщины Тёщам и женам Самые лучшие женщины Каждому однам Самые лучшие женщины Каждому однам Самые лучшие женщины Тёщам и женам Содержательно Так я же придумал Ну половину Половину Сергея Геннадьевича Да Какой-то знакомый сигнал Первый раз слышу Слыша А чё твоя служебная машина приехала? Ты же сказал, у вас всё отменилось Отменилось? Значит, что-то случилось Как не вовремя всегда Порепетировать не дадут Николай, продолжай репетицию Удачного корпоратива Так нечестно Что нечестно? Ничего Говори Не бойся Если скажешь правду Тебя никто не накажет А просто нечестно Что я за один день С двумя корпоративами обломался Тамарь Ты чё там дверь закрыла? Мне шинели и папаху надо забрать Я тебе сейчас сдам Попаху Николай? Меня пытали? Что ж за день-то такое? Я тебе сейчас сдам, папаху Ты чё? Ты у меня получишь У меня акцентская гитара Ты чё с девайсами? Я в Владимире Паралоновой Да что ж делать? Спасибо, что приходите на наши мини-спектакли Попаху Попаху